Здарова! Я в Познании. Сегодня мы будем разбираться вместе с компанией SoftSwiss в том, что такое i-Yaming. Попробуем посмотреть, какие интересные технические вызовы и задачи могут ожидать вас, если вы придёте в сферу игрового азарта. В общем, как-то так. Поехали! Айтишечка надо? Расскажи, как ты попал в SoftSwiss. Родственник моей жены работал в компании, и он меня порекомендовал просто. Дело в том, что я работал в аутсорсинге практически всё время. За аутсорсинг заказная разработка. И, соответственно, это не продукт, это совсем другой мир. И, в принципе, я себя осознавал как специалистом, работающим именно в аутсорсинге. То есть ты был жесткий технар, либо ты уже из менеджмента переходил? Первые три места работы у меня это было программирование, C++, потом это был Дутнет. Где-то спустя, наверное, четыре года от старта моей карьеры я уже стал менеджером. И всё своё время занимался менеджментом проектов. Достаточно быстро рос, вырос уже дальше в координаторе проектов, в координаторе направления Microsoft технологий. И дальше уже ушёл в позицию CTO, в другую аутсорсинг-компанию. Там проработал 9, по-моему, лет в позицию уже CTO технического директора. И так уж получилось, что компания тоже неплохо себя показывала на рынке. Её купила другая организация крупная. И так уж получилось, что это была организация, в которой я до этого работал. Ну так уж случилось. И как бы двух технических директоров там быть не может. Это понятно. Да и в принципе, ну что там равняться-то? Ну мне там предложили какие-то варианты, в принципе, достаточно интересные, наверное. Но мне хотелось какого-то развития, хотелось идти куда-то дальше. И вот тут как раз-таки случилось так, что меня порекомендовали, как человека опытного и в технологиях, и в работе с людьми, порекомендовали в компанию SoftSwiss. И как раз тогда была позиция открыта на D50CO. Ну и, в общем-то, я там среди нескольких собеседуемых, в общем-то, показал себя интересно и пришёл в компанию. Я работал в стартапе. Мы занимались софтом для перевозчиков грузов. И потом, просто в какой-то момент я понял, что хочу расти дальше. Там была маленькая команда. Ну, походил по собеседованиям и попал в SoftSwiss, по сути. Ну, я не могу сказать, что прям как-то не случайно, но вот как все. Я был лидом на прошлом месте, но я абсолютно с чётким пониманием пришёл сюда, был сеньор-разработчиком. То есть немножко понизился? Да, немножечко понизился, потому что в целом всё было оговорено, всё было окей. Меня абсолютно устраивало. Мне чётко было понятно, какие челленджи предстоят. Я как раз что-то примерно подобного и хотел. И всё как бы закрутилось, завертелось. Начал я свой путь обучения в колледже. Я хотел учиться на программиста, но так уж получилось, что я не попал туда по баллам. Буквально нескольких баллов не хватило. Летом после первого курса мне предложили перевестись. Я понял, что это шанс, и надо им обязательно воспользоваться. В итоге я перевёлся. И вот со второго курса по четвёртый в колледже я учился на программиста. После завершения колледжа я пошёл в институт по тому же направлению. Всё ровно так же называлось, ровно те же предметы, ровно те же люди меня учили. В целом было очень интересно, но в процессе обучения в институте я пошёл уже работать и совместно с обучением постигал всё это на практике. Расскажи про свой спектр обязанностей. Чем ты занимаешься? Это немножко не похоже на то, что в других организациях. Вообще SoftSwiss – это зонтик. Это зонтичный бренд, который под собой имеет много бизнес-линий. Это может быть какой-то новый продукт, который возник буквально пару лет назад. А это может быть продукт, который все 15 лет с нами. И, естественно, там разный уровень процессов, сложности процессов, разный уровень технологий, разный уровень инвестиций со стороны владельцев и так далее. И поэтому вот наши обязанности внутри компании, где 50.0, у нас сейчас двое, мой коллега Денис Романовский и я, мы, по сути дела, курируем технические и деливери вопросы в разнообразных направлениях и shared service команд. То есть у нас там, например, есть инфраструктурная команда, это системные инженеры, DPA, SRE, другие специалисты, мониторинг и так далее, которые как shared service предоставляются разным подразделениям, разным бизнес-линиям. Есть бизнес-линии, у которых там свои собственные, есть там системные инженеры, свои собственные DevOps. Да? Есть какие-то там продукты, которые практически уже отделились вообще в отдельные компании, в отдельные как бы бизнесы, работают полностью там независимо. И у нас там даже какие-то там изолированные инфраструктуры там полностью, то есть это там более такие развитые части бизнеса. Все равно все очень разношерстное. Но везде тебе нужен, конечно, какой-то менеджмент, какой-то общий, не знаю, подходы, взгляды, ну как минимум отслеживание того, что происходит, чтобы топ-менеджмент понимал и знал, что происходит. То есть какой-то такой вот мониторинг за всем этим. Я быстро стал лидом, потом история закрутилась, там ввели такое понятие, как техкор, техникул-координатор. Потом началась история хедов инжиниринга, по сути, на весь департамент. И вот с этого года это уже принцип. Какие твои задачи в компании на сегодняшний день? У меня два подразделения. Это примерно 40 человек технического штата. И это people-менеджмент, потому что без него никуда. Это работа с лидами, работа с командами. Это технический вижен, овервью. А насколько эта работа связана непосредственно с программным продуктом? То есть кто-то послушает, сейчас подумает, people-менеджмент, ну, наверное, что-то типа ресурсного менеджмента. Хорошо, если... Это только одна из составляющих на самом-то деле. Если стоит вопрос в том, есть ли шанс попрограммировать в этой ситуации, то шанса попрограммировать особо нет. То есть, да, какие-то схемки покрутить, повертеть, порисовать, окей. Можно, если есть на это время. И это всегда все равно сопровождается... Вся эта работа с технической точки зрения, она всегда с ней. Всегда с техникой. Ты ревьюешь какие-то решения, какие-то предложения, общаешься с ребятами на технические темы. Тебе все равно нужно быть в курсе, тебе все равно нужно быть в тренде. То есть ты не можешь просто так взять и объявить, что я больше это не технарь. Должен быть в контексте, должен быть в домене того, что происходит. Потому что иначе ты не сможешь помогать. Мы были без архитектурного образования, без архитектурного опыта как такого. Просто были разработчики этим лиды. И в процессе мы сами фактически учили, что такое архитектура, читали книжки. Я пытался развивать это как командное направление. Книжка с кабанчиком. Книжка с кабанчиком, она была два и то уже. Ты вот начинаешь осознавать, что вот то, как ты раньше думал, когда ты видишь задачу и понимаешь, что вот оп, у тебя сразу вот такое решение. Ты понимаешь, так, это решение нужно оценить по деньгам, по стоимости, по мейнтейнсу. А нужно ли оно вообще бизнесу? Может быть, лучше купить какое-то решение, ну, типа подобное, но купить. Поэтому мы как бы много чего знали. Но у нас были пробелы в каких-то областях, ну, потому что там кто-то не работал с платежными системами, кто-то мало работал там с каким-то сервисом для лицензии, частью для лицензии. Вот. И мы хотели вот как бы, чтобы мы там втроем, потом вчетвером покрыли максимум вообще, вот общий вижн. Вот. В перспективе это вот на сегодняшний день вылилось то, что у нас много чего технического поменялось. Мы решили огромные пласты проблем, которые накопились за эти три года. И мы уже сейчас должны смотреть в будущее. С недавних пор я инжиниринг менеджер. Какое-то время назад у нас сформировалась достаточно большая СЕ-команда. Мы постепенно росли, росли и в итоге разделились на несколько команд. У нас появилось несколько инжиниринг менеджеров в СЕ-команде. Чем ты занимаешься? В мои обязанности входит несколько направлений. Одно из которых это запуск новых проектов, подготовка всей инфраструктуры для того, чтобы запустить новые проекты. Иногда есть какие-то локальные требования, которые необходимо соблюдать, подготовить документацию. Работа с текущими проектами, потому что проектов у нас много. И для того, чтобы со всем работать, необходимо придерживаться каких-то шаблонов, я бы так сказал. Мы в целом можем под каждого нашего клиента подготовить очень кастомную инфраструктуру. Но впоследствии это будет очень тяжело поддерживать. Поэтому, набивая шишки, пришли к тому, что необходимо соблюдать баланс и вырабатывать какие-то более-менее шаблонные решения, которые покрывают условно 90% всех кейсов, и чтобы каждый член команды мог эти решения поддерживать. Сложные решения мало того, что они не всегда понятны, так еще и в процессе поддержки таких решений могут возникать ошибки. А если они с самого начала были сделаны не очень удачно, то для того, чтобы впоследствии от них отказаться, это может быть больно для клиента. Чем занимается компания? Компания предоставляет экосистему для старта бизнеса в мире айгейминга. То есть, по сути дела, тебе при наличии достаточного капитала больше ничего не нужно. Кроме компании SoftSwift, ее продуктов, сервисов, всего остального, что вокруг них. Это и бизнес-экспертиза, это и понимание знания рынков, это все. То есть, ты приходишь, у тебя есть достаточные ресурсы, возможно, даже какая-то своя команда, если ты уже прям настолько подготовился. И ты выходишь на рынок айгейминга, в котором ты прям вот всем обеспечен. Айгейминг это, я так понимаю, цифровые азартные, наверное, игры, или как это сказать? Безусловно, это работает азартно. Адреналиновые. Адреналиновые, да. SoftSwift это продуктовая компания, правильно? Да. При этом ты говоришь, что клиенты к вам приходят, и вы делаете им сервис под ключ. Звучит так, как это работает в аутсорсах, когда приходит клиент, и ему разработка ведется под ключ. Но при этом почему-то у вас все-таки продуктовая компания. Можешь пояснить эту разницу? Давай так, это B2B. Так. То есть наш клиент это бизнес. И, соответственно, ты делаешь под них какую-то минимальную, но все-таки кастомизацию. Как минимум... То есть у вас свой продукт получается, и вы его кастомизируете по клиенту? У нас продукты, которые мы немного кастомизируем под клиента. А если клиент большой, то, конечно же, он может приходить и просить какие-то вещи дорабатывать для него. Стандартный B2B. Но без отрыва, скажем так, от маркета. То есть должен все равно быть маркет-фит. Ты должен слушать своих клиентов и понимать, что нужно рынку. Но это не про заказную разработку под клиента на 100%. Нет, этого у нас нет. И, в общем-то, если клиент хочет что-то прям свое-свое, он может делать, например, свои команды для разработки фронта. То есть у нас же продукт позволяет, платформа-казино позволяет тебе делать свой кастомный фронт. Ты можешь использовать платформу-казино как бэкэнд. У нас там есть фронт-антапи, четко описанные, понятные. И, соответственно, клиент может взять свою команду реактора разработчиков и делать, в общем-то, свое что-то, в общем-то, уже на базе полностью продукта, работающего с кошельком, с профилем игрока. Какие основные продукты вы предоставляете? Ключевой корневой, с которого мы начинали, это была платформа-казино. И это, по сути дела, некая площадка, на которой встречаются игроки и поставщики игр, платежных систем, самих игроков. То есть это цифровое казино, по факту? Это цифровое казино, да. Но если казино, скажем так, в понимании человека с улицы, это просто какое-то помещение, куда приходят, там уже стоят рулетки, не знаю, там столы какие-то игровые и так далее, то казино, вот именно цифровое казино, это просто площадка пустая. Как, я не знаю, eBay там или что-то еще. То есть она тебе предоставляет возможность интеграции. И далее ты, либо сам договариваясь, мы позволяем такое делать, либо через тот же SoftSwiss, заводишь туда игры через игрового агрегатора, заводишь туда платежные системы, какие-то там афилиатные системы, которые позволяют привлекать игроков и так далее. То есть ты уже подключаешь и наполняешь это казино каким-то контентом, который уже потребляет игрок, который туда приходит. Мы предоставляем полностью под ключ все, но, в общем-то, тут какая-то кастомизация возможна. И кроме продукта самого казино-платформы, есть, в общем-то, все, что рядом стоит. То есть вначале это было, мы не работали с беттингом практически, у нас был, соответственно, игровой агрегатор, который выделился в отдельный продукт, потому что ты не подключаешь все эти миллионы, там, тысячи игр в казино напрямую. Это нереально. Ты берешь, там, крупных провайдеров этих игровых через агрегатор такой, да. Естественно, казино, если это казино на нашей платформе, да, могут быть варианты, игровой агрегатор может работать в разной платформе, в том числе такая диверсификация бизнеса. Вот, но если мы говорим про наши продукты, да, то ты можешь игровой агрегатор сразу подключать к казино, получать там сразу же множество игр, очень просто, там, со стандартной этой вот интеграцией, да. Дальше у тебя есть следующий продукт, это, ну, вот появился у нас позже беттинг, ставки на спорт, это Sportsbook, он тоже становится как дополнительный модуль, да, что у них там общий кошелек, общий профиль игрока в казино находится, да. Соответственно, там, у тебя беттинг-портал, там, у тебя, там, спортивные линии, ставки на спорт, но, по сути, у тебя единый кабинет, единый, там, не знаю, депозит, единый кошелек, валет, да, и, соответственно, единый профиль игрока со статистикой, да, вот, оно вместе работает. Но, опять же-таки, наш Sportsbook может интегрироваться, там, с другими платформами, пожалуйста. То есть есть такая возможность, и изначально так эта архитектура строилась. Дальше у тебя есть, ну, например, афилиатная система, да, афилка наша. Она уже отдельный бизнес, как бы, к соц.вису оно, как бы, меньше, скажем так. Афилиатка – это привлечение новых клиентов, да? Да-да-да, то есть есть так называемые афилы, это такая основная ценность в iGaming. Это, в общем-то, люди, которые привлекают игроков через различные свои каналы. Часто это, там, выходцы из различных, там, баннерных, рекламных сетей, там, и так далее. То есть они имеют некий трафик, и они этот трафик могут переводить, там, в разные проекты. Например, в казино какое-то конкретное, да. И у нас есть продукт, который позволяет работать с этими афилами, выстраивать между казино и партнером, там, да, который гонит трафик, выстраивать взаимовыгодные взаимоотношения, какие-то компании рекламные запускать, да, где, там, через различные, там, трекинговые механизмы афилят понимает, что вот он привел какого-то игрока, и он, там, зарабатывает, там, по результату какого-то, там, не знаю, действия. Там, игрок задепозитил первую какую-то, там, сумму денег, там, или сделает, там, первую ставку, или просто, там, играет, и у него какой-то есть процент, который афил с него получает, да. И вот мы сделали продукт, который позволяет тебе, как, вот, владельцу казино привлекать этих афилов, во-первых, да, не на бумажках, там, записываясь и взаиморасчеты сделать, как бы, а вот у тебя есть целая система, в которой это все высчитывается, все четко, прозрачно, как бы, есть, там, договоры, контракты и прочее, как бы, все это работает. Дальше мы можем сказать, там, про платежные системы. У нас появился относительно недавно продукт такой, и вырос уже в отдельный бизнес FinTech Hub, да, это FinTech проект, по сути дела, это агрегатор платежных систем, платежных провайдеров, таких много вообще в мире, на самом деле, агрегаторов. Ну, иметь свой в такой солидной компании, это прям правильно, да. И, соответственно, там тоже мы объединяем различные платежные системы, такие как карточные платежные системы, некарточные и так далее, которые могут или не могут работать на каких-то рынках. То есть, чем больше ты даешь возможности игроку по выбору системы платежной, как он может завести деньги или вывести свой выигрыш, тем более лояльнее игрок тебе к твоему проекту и будет на нем играть. Вообще игрок вообще в казино играет, ну, или там, живет в рамках казино, там, не так уже долго, на самом деле. То есть, там, lifetime value у него, там, месяц-два, да. То есть, как бы, игрок путешествует по казино. Вот тут сейчас скользкая тема. Давай тогда сразу я затронем, я тебе сразу закину вопрос до того, как я готовился. Я думал, что это путешествие связано с тем, например, что казино человека ободрало. Ну, вот знаешь, вот эта вот аналогия с казино из реальной жизни. Когда человек пришел, просадил все деньги, все часы вот эти, как в кино, и ушел ни с чем, и в итоге пришло новое казино. Тут же, я так понимаю, ну, это работает не так. Вообще, говоря вам, как компании, выгодно, чтобы человек оставался на платформе и играл, потому что, как бы, он вот эту вот небольшую комиссию приносит вам, как заработок. Вот сразу давай развеем этот стереотип, что казино до нитки обирает игроков. Почему это не выгодно? Онлайн-казино, айеминге. Смотри, это миф, на самом деле, да. То есть, казино, вот ты говоришь, что такое, там, это мир азарта, мир чего что-то было. Адреналина. Адреналина, да. Так это же про рыбалку. В смысле про рыбалку? Ну, рыбалка, это адреналин, это азарт, не так ли? Это про душевное общение. Не, подожди, стоп, стоп, стоп. Ты назвал два атрибута. Профессиональная рыбалка, да, это про азарт, конечно. Эти атрибуты, они свойственны многим вещам в мире, да? Это и там, не знаю, посещение аквапарка, катание с горок, это и рыбалка, это и все, что угодно. И то, что я сейчас перечисляю, это все про эмоции и про развлечения, когда человек наполняет свою жизнь чем-то приятным, чем-то интересным для него, да? И вот игра в казино или там ставки на спорт, тем более, это способ получения эмоций того же самого адреналина или дофамина, то есть тех самых гормонов, которые человеку разбавляет его обыденную жизнь, да? Все-таки чуть-чуть по-разному. Допустим, та же рыбалка или гонки какие-нибудь, что-то адреналиновое. Да. Это связано все-таки с обменом времени на эмоции. Денег. И времени. Деньги для подготовки. Но в процессе ты тратишь время на то, чтобы эту рыбку вытащить. Понятно, деньги ты потратил, чтобы удочку купить, но в целом ты можешь купить удочку и потом 10 лет с этой удочкой ходить и тратить время, чтобы достать рыбку. В айгейминге, в казино все-таки ты напрямую денежку инвестируешь. И зачастую даже не время, а именно деньгу. И из-за этого наверняка у тебя больше адреналиновый выхлоп, но в целом это же напрямую связано с твоим финансовым состоянием. Может быть, поэтому, знаешь, такое отношение бывает, что типа все деньги. То есть люди настолько азартны, что они не замечают, как у них начинают уходить все деньги. Вот для меня было тут открытием, на самом деле, что в проектах типа вашего даже есть ограничители, стоп-лимита вот этого, чтобы человек, наоборот, не просаживался, потому что лучше, чтобы он потом вернулся все-таки. Ну хорошо, давай тогда по какому-то там минимальную базу создадим, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Любой вид бизнеса, если он работает там легально, честно, открыто, он по законам страны точно так же отвечает там за правильность свою, за честность, за какие-то современные методы работы, взаимоотношения между продавцом и покупателем, в данном случае игроком, казино и так далее. И, соответственно, есть нормы, регламентирующие эту работу. Есть лицензии международные и государственные, то есть локальные. Есть договоренности определенные, которые там соблюдаются. И, соответственно, бизнес iGaming, он точно так же, как и любой другой бизнес, по этим правилам, регуляциям, лицензиям и всему остальному, должен абсолютно соответствовать. То есть это не про контрабандистов, это не про там пиратские флаги и все вот это вот. Нет, это абсолютно такой же бизнес, как, я не знаю, парк каких-то там развлечений, горки там или что-то еще, где люди обменивают деньги на получение эмоций. Ты говоришь, это более straightforward, такое более как бы, ну, напрямую, скажем так. Кстати, с парком хорошая аналогия, там ты тоже напрямую как бы денегу платишь, и ты получаешь адреналин. Более того, ты можешь платить больше, чтобы через Priority Pass кататься первым в очереди, как бы, да, и как бы можешь повторять это, да. Аддиктивный игрок казино вообще не нужен. Почему? Ну, это проблемы. Аддиктивный игрок это человек с нерациональным там поведением, да. А он как трактует, скажем так, поведение казино очень персонально. Он может считать, что машина меня обманывает. Вот игрок может играть, там, не знаю, в однорукого бандита этого классического, там, в казино физическом, да, и верить, что машина это живой, как бы, вот, организм, что она его сейчас вот обманывает, но потом она его пощадит и вернет ему тот, что, там, даст ему деньги. Зачем казино такой игрок? Ну, как бы... Прикольно. То есть это не ваша целевая аудитория? Нет, конечно. Мы играем на объемах, мы работаем на объемах, мы зарабатываем, там, как банки, свою комиссию, да, на том, что человек, там, вот, ставит и играет. Есть четко определенные границы того, что казино может заработать. Есть так называемый RTP или там, player, это определенный, там, процент выигрышей, который должен статистически происходить на, там, длительной выборке. И ты, когда берешь игру, игра должна быть, там, залицензирована, и в ней точный, там, математический движок, который выдает тебе именно такой процент выигрыша, и это пломбируется, условно, там, да, цифровым способом, да, то есть вычисляется чек-сумма, там, этого алгоритма, от библиотеки, там, не знаю, чего угодно, да, и это не может меняться. Объясни мне разницу между iGaming и Gambling. iGaming это про... В первую очередь, если мы говорим про B2B-сегмент, в котором работает компания SoftSwiss, это разработка продуктов, которые позволяют работать честно, открыто и правильно в интернете с играми, с казино и так далее. Это продукты, которые позволяют защитить игрока, защитить бизнес и установить честное взаимоотношение между игроком, который приходит в казино, и оператором. Мы делаем в интернете решения, которые при этом максимально защищенные для всех сторон, надежные, и ты знаешь, там, условия, правила игры, то есть ты получаешь удовольствие в процессе. Понимаешь ли ты, почему солидная часть разработчиков, по крайней мере, там, из моего окружения, считает iGaming какой-то слегка прокаженной либо нечестной средой? То есть слышал ли ты такое, что вот идти в iGaming, ну, такое, ну, нет, лучше пойду там в аутсорс, ну, нет, не буду я там людей обманывать? Это сложный вопрос. И до того, как я пришел работать в iGaming, наверное, у меня была другая точка зрения, и она, наверное, уточнилась в процессе работы в iGaming, да? А, безусловно, я давал себе какое-то такое, ну, немножко, что ли, свободу. Я говорил, типа, ну, поработай какое-то время, сложи свое впечатление об этом, там, увидя это изнутри, да? И я понимаю людей, которые, там, относятся даже, возможно, с какой-то брезгливостью к этой отрасли, да? Возможно, какой-то, там, не знаю, там, личный опыт, там, да, из казино, да? Потому что, ну, казино есть land-based, да? И разные истории, там, понятно, там, трагедии какие-то там людские происходят, и так далее. Кто-то просто, там, не знаю, там, из-за какого-то своего воспитания, там, не знаю, от родителей, там, слышал что-то там, да? И там... Я понимаю прекрасно, то есть есть кто-то, там, боязливый к этому относится, и так далее. Ну, есть разные к этому причины, да? Как вот, там, есть люди, которые боятся, там, летать в самолете, да? То есть к этому есть какие-то причины, да? И я поэтому для себя там тоже там, ну, поставил такую возможность, что если там, ну, я же как бы свободный человек там, да, то есть если мне вот будет по духу это, я буду с этим работать дальше, да. Если нет, ну, я имею там право какое-то, да, выборы и так далее. И я для себя сложил какую-то картину, да, то есть в процессе первого уже года работы у меня полностью сложилось впечатление о том, что это, как это работает, и это целый мир. Наверное, стоит добавить даже так, вот по-другому, по-другому это зайти, да, то есть как бы я прекрасно понимаю людей, которые говорят там, а я хотел бы работать в такой отрасли, которая там спасает жизни людей, да. Я бы хотел бы работать в хеллс-кейер. Какие практически нет в айтишке, к сожалению. Не, почему? Ну, там хеллс-кейер-сектор, да. Вот есть там инициативы, которые там при помощи искусственного интеллекта там начинают там искать, ну, мы много слышали про такие проекты. Слушай, 99% нашей работы это прийти и писать никому не нужно. Нужный бизнесу фронт-энд и бэк-энд, которые в 99 случаях используются для нужд бизнеса, а не для спасения людей. Ну, уж так скептически я не хотел говорить. Ну, уж совсем о высоких материях говорить, когда тебе там, мне говорят, вот я хочу делать благородную работу, а тут вы мне что-то предлагаете. Вот, 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 вот. Благородная работа это как бы зарабатывать денежки себе и бизнесу в основном, а не жизни спасать. Я считаю, что это манипуляция, неважно, там, на общественном уровне или, там, на личном уровне, да, о котором ты себе говоришь. Я вот, там, зарабатываю, там, не знаю, 3 копейки, там, или, там, мучаюсь, там, от каких-то, там, нерадивых, там, пациентов, но зато, там, я работаю, там, вот, не знаю, там, в здравоохранении, например, там, да, и как бы, там, или в чем-то еще, там, да, или занимаюсь какими-то вещами, которые почему-то традиционно мало оплачиваются, там, да, или, там, редко люди слышат спасибо в свою сторону, да, ну, вот это их призвание, это, вот, благородство какое-то и так далее. Я понимаю таких людей. Наверное, ну, психологически им нужно это, да, они выбирают интуитивно, да, но, как бы, если мы говорим про какую-то, там, вот, флер, скажем так, коннотацию какую-то негативную, там, как отношение к Гейгбингу в, там, среде IT, да, ну, я для себя, там, за год работы четко осознал и понял, что это все выдумки, мифы, и, в общем-то, ну, я могу быть успешным и могу быть, там, справедливым, нужным, полезным, и в этой отрасли тоже делая классные, интересные вещи, которые позволят людям получать интертеймент, получать удовольствие, быть при этом в безопасности и быть в нормальных, открытых отношениях с оператором казино, например, да, и, как бы, и знать, что твои права все защищены. Давайте теперь к технической части перейдем. Того, что под капотом крутится у Гейминга, потому что очень интересно послушать, с какими техническими вызовами сталкиваются инженеры, приходя сюда. Да. Начнем, наверное, с самого-самого верха. Во-первых, хотелось бы понять, кто у вас работает в компании. Для меня, вот, например, было тоже слегка таким инсайдом узнать, что в компании несколько тысяч сотрудников, и из них айтишники, это, ну, там, далеко не все, примерно 25%, да, 500 на 2000. Ну, да. Вот расскажи, какой у вас ландшафт в компании SoftStrees по сотрудникам? Это немножко отличается от других видов бизнеса, да, а гейминг, он такой очень быстроменяющийся, и поэтому технологические решения, они должны быть такие достаточно scalable, scalable и flexible, да, то есть ты не можешь, там, писать, там, десятилетиями что-то, а потом столетиями на этом зарабатывать. То есть ты должен делать что-то, что актуально сейчас, да, как я вот говорил про вот эти вот, там, быстрые ставки на спорт, да, то есть твоя платформа должна подразумевать, что ты такое в будущем будешь делать. И что бы ты ни делал, ты должен всегда закладывать какой-то процент на scalability, на какой-то, там, не знаю, рост как по нагрузке, так и по виду, там, не знаю, там, интеграции, там, с кем-то, там, и так далее, да, то есть ты не можешь всегда рассчитывать на один и тот же бизнес-лоджик, да, то есть ты его должен постоянно, там, адаптировать под разные рынки, под разные, там, вот, новое веяние, там, да, какие-то, там, виды интересные, там, виды джекпотов, виды, там, не знаю, турниров, и ты должен постоянно держать в голове возможность scalability. Поэтому инженеры, которые у нас работают, в основном это сеньоры и такие очень опытные ребята. Это такая большая статья расходов для компаний, то есть у нас реально, там, большой фонд заработной платы, ну, то есть это люди реально крутые. И это вызов, конечно, и для менеджеров, потому что надо вместе с такими людьми работать, да. Поэтому, начиная, скажем так, про landscape команды, в первую очередь я хочу сказать, что это высококвалифицированные специалисты, крутые эксперты в своей области, каждый, да, будь то фронт-энд разработка, либо бэкэнд разработка, либо базы данных, либо, там, не знаю, инфраструктура DevOps и так далее. Это, ну, я считаю, одни из лучших специалистов вообще в принципе, да. И работать в этой команде всегда очень челленджебл, и это всегда так очень, ну, интересно очень, это вызывает. То есть кому интересно развиваться, ну, iGaming, наверное, такое хорошее место для этого, потому что ты не застреваешь на чем-то одном. Кто работает в команде у тебя, под тобой, в проектах конкретных? Что это за разработчики? Что это за другие люди? Может, там, тестировщики, еще кто-то, и DBA? Расскажи про структуру немножко организационной. Тогда я, наверное, расскажу больше про структуру организационной всей платформы. То есть потому что подо мной просто архитекторы. Вот мы условно пока выделены департаментом внутри платформы. Есть отдел архитектуры, он выделен в отдел, но это просто потому, что менеджмент отдельный, вот, в виде меня. Вот, есть команда разработки, команда разработки состоит как стандартно из тестировщиков и разработчиков. У нас команды разработки разделены на пять направлений, пять студий мы их называем. Они закрывают разные этапы бизнеса. Вот, Acquisition, Loyalty, Content, Legal, Tech Studio. Acquisition отвечает за весь функционал, который привлекает вот именно до регистрации игроков. То есть вот их задача довести игрока до регистрации, чтобы он зарегистрировался и сделал первый, там, второй, третий депозит. Loyalty занимается тем, чтобы делать различные продукты вовлечения и продолжения, там, бонусные системы, турниры, вот. То есть чтобы игрок продолжал, чтобы ему нравилось конкретно на наших продуктах. Контент, соответственно, отвечает за контент, за различного рода какие игры подключаются, как их настроить, как их там включить-выключить, CMS-ки и прочее. Legal и Compliance отвечают за части лицензионные, и как мы храним данные игроков, как мы их кому передаем и прочее. А Tech Studio, она, соответственно, такая платформенная, помогающая решать DVX-проблемы, улучшать DVX-других студий-платформы. То есть если есть какая-то общая проблема, например, мы долго разворачиваем сервис, хотим ускорить. Вот это чаще всего решать в студии. У меня, по сути, два подразделения. Первое, из которого я вышел, это R&D называется. Вот, там много команд. Мы, в принципе-то, так всегда были, в принципе, про данные, потому что у компании был большой запрос на разработку каких-то сервисов, приложений, связанных с данными. Вот, поэтому у нас там много команд. Это и команда, которая занимается там отчетностью, больше такая, как подготовка под аналитику, реализация какой-то аналитики. Это команда и отдельная дата-инженерия. Есть своя команда, соответственно, QA, чтобы все это дело сопровождать. Есть команда, которую мы называем дата-сервис из команды. Это больше история про то, принять какую-то бизнес-проблему, сформировать из нее MVP, если это все дело пошло, стало полезным, докрутить до продакшен-ради решения. Вот, это что касается R&D, вот, наверное, это ОНО. Хорошо, второй отдел? Второй отдел – это джекпот-агрегатор. Это, по сути, уже продукт компании. А джекпот-агрегатор что делает? По сути, это система, которая предоставляет клиентам, ну, как джекпот-систему, виртуальную джекпот-систему, назовем это так. То есть у них есть шаблоны, то есть клиенты подключаются, подключаются к себе джекпоты, им предоставляется весь необходимый инструментарий для того, чтобы этот джекпот настроить, составить и внедрить. То есть сам по себе джекпот-агрегатор, он интегрирован с нашей платформой, платформой казино, с игровым агрегатором. И в целом сейчас идет активная работа по интеграциям напрямую на клиентов, чтобы не было зависимости на другие продукты компании. То есть как отдельный продукт продавать? Да. Он у вас как отдельный сервис с точки зрения технической реализации? Это отдельная команда, отдельный, в принципе, департамент, там свой стэк, ну, который в целом вообще принят по компании, но, то есть ребята прям абсолютно самостоятельные. В головах некоторых людей я видел, есть такая мысль, что системные инженеры, ребята, которые работают один раз, ты настроил пайплайн и все, он работает, все раскатывается по нажатию кнопки девелопером, а твои инженеры сидят и отдыхают, и работы больше нет. На самом деле это не так, потому что работа постоянно есть и нет какого-то предела совершенства. Даже когда кажется, что сейчас мы сделаем вот эту вот задачу и у нас сразу большой кусок работы будет автоматизирован, и он после этого оказывается, что, да, действительно большой кусок работы мы автоматизировали, но всплыли новые моменты, которыми раньше никто не пользовался, потому что не могли. А сейчас мы открыли к этому доступ и все начали пользоваться, и из-за этого появляется новый пласт задач. В целом у нас довольно разнообразная работа, иногда мы делаем что-то полезное для той же разработки, для того, чтобы они быстрее могли видеть то, что они делают. Иногда мы делаем что-то непосредственно для какого-нибудь одного из проектов, когда им жизненно необходимо что-то настроить, чего еще не было. Приходится проанализировать то, какие запросы могут возникнуть у других, попытаться это вот встроить в нашу логику с плюс-минус шаблонными решениями. Есть ли у вас разделение внутри системной инженерии на какие-то большие каворты специалистов? Ну, там девопсы, СРЕшники, финопсы, может быть, не знаю. Непосредственно у нас есть много команд системных инженеров в инфраструктурной команде, команда DBA и команда SRE. Мы стараемся избегать разделения на проекты, но некоторые новые проекты очень тесно интегрированы с какими-то из наших команд, и поэтому они больше, чем другие, погружены в работу команд разработки, нежели остальные. Какие самые сложные задачи, по твоему мнению, встречаются у вас? Как правило, это связано с добавлением какого-нибудь нового компонента или миграция на какой-то другой компонент, или миграция просто каких-то общих компонентов на новые версии, миграция между дата-центрами. И это, не сказать, что сложная, но достаточно кропотливая работа. Также у вас, наверное, есть развитая саппорт-линия техническая. Можешь тоже чуть-чуть рассказать? Оно рисовано по-разному. Как я уже говорил, то есть есть общий сервис системных инженеров, мы называем их, да? Ну, допустим, там сколько там, 40 человек у нас там, например, да? И они такой шарит сервис для разных продуктовых линий, для разных направлений. Они организуют общую инфраструктуру, делят ее на какие-то песочницы для продуктов, да? Чтобы это было максимально секьюрно, там как-то не зависело друг от друга и так далее. И, соответственно, там работают как некий общий capacity, да? И когда прилетают задачи, общий проект, там деленный на какие-то компоненты, тем не менее, да? То есть, допустим, Sportsbook или там платформа казино, там или что-нибудь еще. И еще из общего capacity выделяется время на эти задачи. Ну, и там такая потоковая работа. Это я так упрощаю, скажем так, да? Безусловно, там есть какие-то такие фичовые команды, как мы называем, которые работают, там, не знаю, по Scrum, там, по Agile, какими-то итерациями, разрабатывают какие-то фичи для инфраструктуры, ну, не знаю, там, выводят какие-то новые инструменты для разработчиков, да? Ну, понятно. Переносит какой-то сервис в куб, там, допустим, что-то еще. То есть такие вполне себе проектные активности, да? А простые задачи, они идут таким потоком, по канбану там условному, да? И, в общем-то, этот сервис, там, представляется разным бизнес-линием, да? Разным продуктом. А есть продукты, в которых, там, те же самые инфраструктурщики, которые, ты говоришь, да, они прям дедикейтная тема, которая внутри у них. А, я понял. И они там вообще-вообще изолированы в своей песочнице. Ты их называл как-то сервисные команды, да, по-моему? Да. Которые распределены по разным проектам. Да. Я немножко про другое. Это все-таки, это вот все типичные айтишники в нашем понимании. То есть те, кто работают над продуктом. Да. Я имею в виду, что видел часто в компаниях, которые работают с деньгами, не только iGambling, у них еще есть широкая customer support-линия, в которой тоже на каком-то из этапов часто включаются инженеры, работающие над продуктом. Это вот первые-первыхые баррикады, встречающие банки, которые могут там что-то и зафиксить, либо дальше отправить. У вас, наверное, тоже так. Безусловно, это все есть, да. У нас команда, интересно, в казино, команде казино-платформа, назовем казино-платформа, у нас команда называется по названиям созвездий. Вот у нас есть команда Calypso, тоже достаточно большая. Она вот занимает такой L3-суппорт. Вот они занимаются тем, что какие-то мелкие вещи там фиксуют, или в базе что-то там выгрузки какие-то делают для клиента, если он просит там, или какие-то решают технические нюансы, какие-то мелкие баги закрывают и так далее. И они там, ну, прям, да, наполнены работой очень серьезно. Тут кратенько поясни еще разницу, что за L3, L2, L1, что за градации такие, потому что... Ну, скажем так, L1, L2 – это там то, что со стороны бизнеса есть, да, то есть как бы это суппорт тимы, мы их называем B2C, да, потому что мы, когда работаем с операторами казино, мы предоставляем не только продукты, но мы предоставляем и менеджер-сервисы, так называемые. Это тоже там одно из бизнес-подразделений. Мы у себя это называем B2C, да, направление. Это люди, которые там должны поддерживать игроков в процессе игры. Или там с VIP какими-то игроками играют, работают, да, то есть там повышают их мотивацию, не знаю, там их там поддерживают, отвечают на какие-то вопросы, там и так далее. Но, опять же таки, по требованиям там законодательства, по требованиям лицензий всегда в казино должна быть поддержка, должен быть там всегда служба антифрода, должны быть там, ну, куча-куча всяких там требований, да, которые имплементируются в виде людей, которые работают в команде по поддержке этого казино. И вот эти команды, они получают разные там запросы, там, от игроков, там, да. Также есть возможность работы там клиент, посредственно оператора уже казино, да, то есть с этой командой там, да, какие-то запросы приходят, и они говорят, типа, да, с этот не работает, так не работает, тут жалуются, игрок это не запускает, еще что-то. Это все прилетает там в команды поддержки. Ну, вот, допустим, команды платформы казино, у них есть такая команда технической поддержки, это уже L3, мы их называем, Калипсо, и они там эти вот вещи, это сюда до них уже докатилось, да, через порталы там, через все. То есть с L3 начинается уже техническая работа, да. Ну, давай так, есть еще у клиента, у каждого выделены там техникал бизнес аккаунт менеджеры, да, они как бы для мелких проектов, для мелких проектов казино они шарят, опять же таки, да, но для крупных проектов они выделены, да, которые прямо там, если это техникал аккаунт менеджер, то он там слушает уже оператора и как бы пытается решить какой-то технический вопрос, да, и уже создает эти задачи либо на L3, на той самой платформе, либо если он понимает, что это как-то general item, он там на команды инфраструктурщиков может закинуть, ну, то есть такой более-менее технический такой специалист, который понимает, знает, плюс он контролирует, мониторит там параметры жизнедеятельности казино там на различных там системах мониторинга, отчасти там, да, смотрит там, следит за конверсией, например, там, посетителей в игроков там и так далее, и он уже там выступает таким промежуточным техническим звеном, такой L2, я бы сказал бы, да, именно для оператора уже, да, вот. Но основная там техническая работа, конечно, она осуществляется либо вот в команде Support L3 Calypso, да, как мы ее называем, либо там в других командах по другим продуктам, либо инфраструктурной команде, если это проблемы с инфраструктурой. Хорошо. Ты еще упоминал за кадром, что у вас есть DBA. Да. Чем они занимаются? Потому что DBA не во всех компаниях существует, часто разработчики занимаются этими вопросами. Да, ну, в общем-то, мы уже пришли к тому, что наша платформа казино там практически максимум выжимает из технологии, которую она использует. У нас используется только open source, и там баз данных у нас это Postgre, да. И, соответственно, как бы из Postgre, как из технологии, мы стараемся выжимать максимум. Мы практически уже там, наверное, да, ну, всегда нет предела совершенства. Вообще сам Postgre развивается, да, там уже много версий его вышло, и много чего они улучшили там, да. Но, тем не менее, мы всегда должны следить за тем, чтобы наши алгоритмы и способы, как мы работаем там с УБД, чтобы они были максимально оптимизированными, да. Поэтому даже там компетенций средних там или выше среднего работы с Postgre недостаточно для того, чтобы эти оптимизации делать, да. Ну и представь, что ты, допустим, выиграл там, не знаю, там, один-два процента производительности в каких-то там оптимизациях своих, да. Ну, на миллион пользователей это куча денег. Да, именно так. Поэтому для того, чтобы развиваться и дальше в этом, нам уже нужны были профильные специалисты. И найти хороших DBA, которые, ну, прям вот DBA, да, которые не просто там, не знаю, там, знают, как возраст установить, там, не знаю, там, настроить правильно и так далее, а как правильно его эксплуатировать там, и как правильно это с точки зрения программистов еще там видеть, да, то есть какие там писать там запросы, как там все это вот отрабатывать и так далее, как бизнес-логика, может быть, где-то нужно адаптировать под возможности с УБД. Таких специалистов очень мало. И мы реально искали ребят, ну, очень долго. Ну, минимум полгода мы точно искали. Ну, потом, когда вот мы вошли в этот комьюнити, уже стало чуть проще. То есть как бы уже второй человек пришел, там, я так понимаю, по рекомендации. И мы максимально вкладываемся в эту команду. То есть мы там стараемся там инвестировать, чтобы они развивались. Почему DBA относится к сервисной команде? К сервисной, к системной? На самом деле так получилось, но в этом тоже есть определенная логика. DBA как раз-таки работают на стыке SE и DevCommand. За счет того, что DevCommand нужна одна помощь, а нам со стороны SE нужна немножко другая помощь со стороны DBA. И поэтому они нашли способ объединить все это, оказавшись ближе к нам. Ну, и к тому же работы с нами, наверное, в них больше, потому что у нас сотни проектов, сотни баз. И как минимум их необходимо обновлять. И поэтому они с нами более тесно взаимодействуют для того, чтобы делать это максимально быстро, качественно и беспроблемно. В целом мы так стараемся работать со всеми технологиями, которые связаны с данными. Я не помню, говорил ли. Ну вот, например, ClickHouse мы используем активно как технологию для работы с большими объемами данных и выборками по этим большим объемам. Ну, для репортов, например, мы используем ClickHouse, формирование репортов. И по ClickHouse мы тоже хотим свою экспертизу. То есть мы работаем таким образом. Если у нас появляется какая-то новая технология, которая достаточно сложная, чтобы там прям быть на 100% уверены, что мы ее можем максимально использовать, да, и выжимать с нее максимум, мы нанимаем какой-то консалтинг внешний, и они осуществляют там поддержку. Даже там, не знаю, в реал-тайме, если что-то происходит, у них там нет доступа к проду, но они могут включиться в какую-то сессию, и программистам может показываться, они могут что-то там советовать, например, как оптимизировать какие-то вещи. И там так было там у нас в свое время там и с Postgres, да, так у нас было там с ClickHouse, так у нас сейчас будет, скорее всего, там с Monge, да. То есть мы берем какую-то организацию, которая эксперта в этом, которая только в этом специализируется, есть такие в мире, да, и постепенно растим либо у себя такую экспертизу, да, обучаясь через них, через этих консультантов, да, либо нанимаем каких-то людей, ищем, постепенно у себя такую экспертизу все равно но так или иначе формируем. И уже впоследствии отказываемся от этих сервисов, имея уже у себя там либо эти знания, либо этих людей, ну, прям реально крутые специалисты. Если посмотреть на всю эту систему, на весь этот лес свысока, то какие компоненты этого леса мы увидим? Что у вас, какие у вас артефакты программные присутствуют в системе? Давай поговорим про платформу казино. Это Monolith, это куча микросервисов, это там одна, три, три, базы. Я понял, да, да, да. Что там по технологиям и архитектуре. Ну, скажем так, это змея, у которой есть там голова, там, условно, это сервисы, которые мы пилим, да, и есть хвост, вот этот вот Legacy, как это, Monolith, который остается. Сервисов постепенно становится все больше и больше, а хвост становится все меньше, меньше и меньше. То есть мы какую-то логику, во-первых, выпиливаем из Monolith в сервисы, то я сразу скажу, это не микросервис, окей? То есть это как бы отдельно такие, скажем, микропродукты, ну, например, там, сегментер, который присваивает, там, группы игрокам, и, соответственно, там, каким-то там наиболее, там, потенциально выгодным для казино группам, там, оператор может назначить какие-то бонусы. То есть такие фичи какие-то глобальные. И там сервис турниров, например, да, допустим, там, там, и сервисы, там, какие-то еще вещи, там, да. Не буду все фичи сейчас все перечислять. Вот. То есть мы стараемся какие-то такие новые куски функционала, новые фичи выносить как сервисы. И, соответственно, там, за будущие возможности помещения в куб, естественно, более там скейлабл работой, там, более удобные, более прогрессивные и так далее. Плюс это легче поддерживать. То есть программисты могут там не работать, чтобы подпейс, да, могут там отдельно, какими-то там группами, студиями, неважно уже, трибами, там, как уже мы организуем. Независимо от того, что-то развивать, там, или там фиксить, или что-то еще. И это гораздо проще, там, с точки зрения, там, регрешн, тестирования, там, и так далее. То есть, ну, мы поднимаем это, мы в эту сторону движемся, и какой-то там новый функционал мы стараемся делать в виде сервиса. Либо выпиливая какой-то кусок из монолита, либо создавая с нуля что-то, да, если совсем что-то новое. Вот. Поэтому, если так посмотреть сверху, то это набор каких-то сервисов, которые работают в кубе, плюс монолит, который, там, всегда существовал, да, и сейчас там все меньше становится, но как приложение, там, ставится на всякое новое казино и работает прямо там, вот, на индинксе, крутится, и, в общем-то... А получается, для каждого клиента вы делаете, он, премиус решения? То есть, это не так, что у вас SaaS-платформа? Нет. Окей. Ну, то есть, есть какой-то кусок SaaS-платформы, это вот тот самый куб, в котором крутятся вот эти вот новые сервисы, да, а вот, там, тем не менее, там, для каждого клиента, там, аппликейшн ставится отдельно каждый. Что все обставляет монолит? Что из себя обставляют сервисы? У нас архитектура не микросервисная, она больше сервис-ориентед. Архитекция вообще исторически сложилась так, что платформа была одним из первых продуктов SaaS-виса. Вообще, в SaaS-висе она была первым. И постепенно из платформы выделялись такие продукты, как гемагрегатор, система аффилиатов, финтехаб, джекпоты, они, скорее, рядом образовались, и на основе клиентов платформы обретали свою мощь. Спортзвук аналогично рядом... То есть они не были рождены из платформы. И это создавало такую возможность, что любой функционал, который мы выделяем из платформы, потенциально можно продавать не только клиентам... Точнее, можно из него создать продукт. Значит, у нас есть сервисы, всех сервисов крутятся в кубе. Они на рубе, на рельсах. Есть огромный монолит. Он пока в куб не перенесен, он пока крутится на он-премис, деплоится такими технологиями, как я сказал, деплой скриптами, чат-опсы, в общем, все автоматизировано. То есть важно понимать, что для конечного пользователя, вот того, кто релизит, того, кто хочет протестить ветку на стейджинге, это на самом деле не так сложно. То есть он пишет просто в чат в Slack типа деплой, такой-то сервер, такой-то веткой. И оно вдруг полетело. Или конфирюрует такой-то. То есть эта вся сложность спрятана от обычного девелопера или технического менеджера, который может деплойить и так далее. Вот. Но мы вот на пути в куб. Просто так как монолит большой, там много различных решений было принято, таких не куб-ориентед, мы постепенно эти все углы срезаем, чтобы его перенести в куб. То есть у нас уже запущен для стейджинг-энваримента кубовый монолит. То есть мы уже можем его запускать. Но вправду мы еще не дошли. То есть мы на активном пути к этому. Насколько большое у вас кубернетис? У нас несколько кластеров, и все эти кластера среднеразмерные. У нас нету огромных кластеров. Во-первых, их поддерживать гораздо сложнее. И если получается делить, то мы просто заводим новый кластер и живем с ним. Какой у вас основной стек технологии на проектах? Что под капотом крутится? Я бы сказал, что сейчас такой есть. Так, у нас два основных стека. И они идут от основных языков разработки. У нас есть Ruby, мир, и Go, мир. И, соответственно, вокруг этого все строится. Все, что связано или удобно использовать с Ruby, используется в командах, которые используют Ruby для разработки. И Ruby, и Go, они достаточно разные. Да. И учитывая то, что у вас казино как B2B продается, вы его делаете, у вас наверняка здоровенные нагрузки, high load. Да. И вот когда ты встречаешь high load и Ruby, то это часто боль. Это боль. Ruby, он хорош для прототипирования. Как мы знаем, Ruby в принципе хороший язык. Да. Нет проблем, но куча других языков, которые работают быстрее. Вот с Go все понятно. С Ruby было бы тоже понятно, если бы оно у вас там когда-то в начале было, когда вы начинали как компания, и вот продолжали, а потом его на что-то заменили. Но сейчас у вас две экосистемы. Ruby превалирующая и Go на подхвате. Не мешает ли это? Как вы с этим живете? Ну, это определяет, конечно же, процессы. Да, и как бы они не всегда, естественно, там, оптимальны. Может быть, я не прав. Нет, ты прав абсолютно. Ты прав абсолютно. Но Ruby, конечно же, там, в текущей конве, в текущей инфраструктуре, как бы Ruby, наверное, не совсем подходит. И мы очень много времени тратим для того, чтобы скейлить Ruby, чтобы он работал при высоких нагрузках. Ей выглядит так же хорошо, как Go, потому что немножко все-таки, ну, по-другому, да? Ну, чтобы он выдерживал там схожие нагрузки, как бы выдерживал продукт, сделал бы на Go. Но в общем, я в том, что вы крупная компания, у вас куча клиентов, и у вас Ruby выдерживает. Да. То есть может быть все там норм. Это стоит больших усилий с точки зрения архитектурной работы. Прямо мы продумываем каждую вещь досконально. Это выливается в большую нагрузку на тестирование, потому что должен прям перформансы слеживать, любые там девиации, скажем так, контролировать на уровне CI, CD. То есть ты прям перформанс-тестирование у тебя встроено в пайплайн. И ты должен при этом еще и мониторить все это очень качественно. Потому что там при прилетах там бывших нагрузок, при каких-то рекламных кампаниях там и так далее, должен прям в моменте следить за этим. И так как мы работаем 24 на 7, казино по всему миру, у наших клиентов, у наших операторов, то, в общем-то, у тебя там нет ни выходных, ни ночей, ничего. В плане там наблюдения, в плане там реакций. У нас есть дежурные команды, которые там 24 на 7 предоставляют, сервис реакции на какие-то инциденты. У нас есть там ограниченный таймфрейм, в котором мы можем там реагировать. Там в среднем там 5 минут у нас это вот время реакции на инцидент. Любого вида, любого размера, формы и так далее. Резолюшены тоже там, они регламентированы. 5 минут это хорошее? Я просто не знаю, или это долго? Это очень хорошо. Ну, не то чтобы у нас эти инциденты происходят прямо там десятками, их гораздо меньше. То есть в целом там, я говорю там про интервал там, не знаю, там в месяц там или там даже в квартал, да. У нас очень мало происходит инцидентов. У нас достаточно надежные системы для того, чтобы, в общем-то, ну, быть спокойным за бизнес. Вот. Но тем не менее, конечно же, там происходит продажный инцидент. И по разным причинам, не знаю, там может в дата-центре, например, включиться интернет. На одном из каналов, заведенного в дата-центре. Может там, не знаю, вылететь какой-то там нода какая-нибудь там, да, там в кубе. И тоже там может упасть какая-то там производительность, куба и так далее. То есть случаются какие-то вещи, да, это понятно. Но они там не массовые. Но мы должны за всем этим следить постоянно, да. И вот Руби, он заставляет нас быть еще там вдвойне, там, втройне внимательным и ко всем показателям, там, и отслеживать это там в гораздо большем количестве разрезов, там, да. Даже не то, что там на уровне инфраструктуры, там, как железо работает, там, в КПА-мете осталось, есть уго-диска, да. А на уровне там бизнес-метрик, на уровне каких-то там, не знаю, нагрузки на какие-то конкретные эндпойнты, как они отрабатывают, там, таймфрейм отработки, да. То есть мы платим очень много и за инфраструктуру, которая там все это там в себе он-премис крутит, да, я имею в виду про мониторинга системы. Также мы подключаем и системы различного мониторинга, внешне, облачные, такие, как DataDoc, например. И тоже это большая такая точка инвестиций. То есть выбор Руби, это выбор технологический, был сделан, да, с точки зрения скорости создания систем, да, действительно, быстрее намного. Но сейчас, наверное, там, если смотреть вот как бы вот сверху, так вот ретроспективно, наверное, как бы там сейчас бы подошли другие какие-то технологии именно к таким вот высоконагруженным там продуктам, да. Но вот ты знаешь, креативность нам свойственна, вот, мы находим всегда пути решения. Ты сказал, что вы и монолитии в сервисах используете рельсы, да? Да, у нас один сервис на ГО есть, на платформе. Почему вы в итоге ГО решили взять? Это как эксперимент? Там, да, это, во-первых, эксперимент, во-вторых, там очень простой сервис, он из одной кавки перекладывает другую, с небольшим реформатированием. Вот, то есть там из разряда это был такой эксперимент. Мы думаем, так, нужно ли переходить в ГО. Руби и рельсы хороши тем, что на маленьких стартапах, на низких этапах разработки ты действительно вот быстро разрабатываешь. Если сравнивать Java и ГО, ну, там, сеньор-разработчик Руби, сеньор-разработчик Джава, они Proof of Concept или даже MVP в прот выведут в 2-3 раза быстрее рубисты. Просто по причине того, что вот не нужно думать про типы, ты просто, у тебя вот рельсы дают большой шаблон, где ты командами просто генериваешь контроллеры MVC Model, то есть модели бюхи-контроллеры, очень много различных библиотек для того, чтобы ввести это все в прот быстрее. Там, не знаю, линтеры банально, ну, то есть ты просто вот это все поставишь, оно уже, оно зачастую даже ставится, вот ты пишешь Rails New, и оно уже там флагами прописываешь, мне и постгресс поставь и прочее, и вот у тебя прям из коробки все поднимается. Но на этапах больших энтерпрайзов и особенно вот таких монолитов огромных, это превращается в боль. Ты уже не, ты уже не имеешь ту скорость, абсолютно не имеешь. Я бы даже сказал, ты замедляешься по сравнению, то есть вот статическая, эти статические типизации банально имеют больше проверок. Ты компили и уже получил ошибку, да? Мы не можем так проверить, что у нас где-то тип не тот прокинут или где-то структура не те. Мы на порядок больше ставим людей и вообще ресурсов на то, чтобы это все мониторить, скейлить и прочее. То есть, для примера, ты запускаешь один го-проект, го-бинарь, да? Ты ему даешь много ресурсов, я не знаю, 30 ядер и там много памяти. И ты понимаешь, что он вот пока в эти ресурсы не упрется, он будет расти, обрабатывать там миллионы запросов. И вот, ну, тебя особо не надо париться, тебе нужно вот условно следить за базовыми параметрами и, скорее всего, все будет хорошо. Вот, в Ruby Ruby процесс не может есть больше одного цепу. То есть, вот там из-за того, что конкуренси, а не параллелизм, мы не можем использовать треды операционной системы. Подожди, ну, это же странно сегодня. Сегодня 24-й год на улице, почти все языки себе повнедряли и конкуренси, и параллелизм. Ну, у Ruby Ruby движется в эту сторону, но до сих пор, ну, я прям не видел, что много есть веб-сервере на параллелизме. Вот в Ruby 3.0 несколько лет назад ввели вот этот рактор, это штука, которая позволяет делать параллелизм или близко к этому делать. Но пока нету там прям батл-теста веб-сервера на Ruby на этих ракторах. То есть, условно, мы все равно используем треды, конкурент-треды. Вот, соответственно, мы считаем ИО, сколько у нас процентов, и прочие операции. Как вы это решаете? Звучит так, что у вас технология сейчас влияет прямо на хардверную реализацию, на серверную реализацию? у нас просто поднято по 30, по 100 процессов для крупных клиентов. Окей. У них там внутри, например, 5 тредов, в зависимости от доступности для конкурент-работы. Вот если в кубернетесе рельса настроить автоскейлер, и все, и ты забыл про это. Ну, и ты только заливаешься железом. Понятно, что железо тебе нужно на Ruby больше, чем на Java, Go и прочее. Да? Вот. То есть ты просто подкидываешь железо, автоскейлер тебе скейлит, и даунскейлит, если нужно там, в зависимости от, нужно ли тебе это делать. Поэтому вы не, вы пока только думаете, потому что куб решает практически все проблемы, а железа хватает? Железо дешевое, да, куб решает почти все проблемы, но, ну, кроме того, что есть технологические вопросы к Ruby, есть еще и, ну, человеческий фактор, да, то есть на сегодняшний день в Ruby меньше ньюкамеров, чем, например, в Go или Brass. Ну, по крайней мере, все больше и больше популярности облетают другие языки программирования. Язык заточен все-таки под, ну, вот, под такой, заработать первые деньги огромные, ну, огромные деньги все равно заработать, нанять команду и переписывать. То есть вот, условно, ну, то есть есть крупные игроки на рынке, типа Shopify, они полностью на рельсах. У них тоже огромный монолит, разделенный на компоненты. Был GitHub, он тоже был на рельсе и на Ruby, я думаю, у них там еще кусок есть. Вот, но крупные прям организации начинают с Ruby, те, кто начинали с Ruby, все равно так или иначе начинают идти в другие языки программирования. Просто для того, чтобы понизить maintenance, то есть вот этот мониторинг, скейлинг ручной, там где-то, где-то, то есть мы мониторим прям все. Вот, то есть у нас, не дай бог, что-то происходит, там мы не... Вот, если в языках программирования ты можешь упираться в базу, в Java, мы почти... Ну, во-первых, мы он премис, мы можем купить себе нормальную базу, а не в AWS 8 ядер, да, вот. Во-вторых, ну, все равно мы чаще всего упираемся не в базу. Нам нужно скорее процессов доскейлить, Ruby добавить ресурсов, а не в базе. Но с точки зрения ограничения ли это на сегодняшний день, я сказал бы нет. Куб, во-первых, открывает много возможностей. Во-вторых, в принципе, у нас уже такой большой опыт, что из разряда ты просто знаешь, какой график посмотреть и сказать, окей, там, добавьте трэдов или уменьшите трэдов, или докиньте процессов. В R&D стэк очень разнообразные, то есть это и Ruby, и Go, и Python, и база данных, соответственно, тоже очень разнообразная, там, и вплоть до, там, Clickhouse. ML, Data Science у вас же тоже наверняка есть? Есть, все это есть, то есть у нас как раз вот команда Data Engineer в первую очередь обслуживает нужды Data Science, вот, у них там свое хозяйство, там, Airflow, Spark, там, на Скале они сейчас спешут активно, поэтому очень большое разнообразие технологий натурально. В Jackpot-агрегаторе попроще, ну, потому что такого разнообразия нет, то есть они взяли к себе Go и с ним прекрасно едут. Это тот самый единственный сервис, который на Go пишется? Нет. Несколько их, да? Ну, на самом-то деле в компании, я бы так сказал, есть два действительно заобороженных языка, это Ruby и Go. Почему произошел переход от Ruby и Go? Или происходит, или это просто так получилось, что есть и Go, и Ruby сейчас? Ну, оно исторически было так, что компания начала свою историю вот как с платформы казино, это Ruby, в чистом виде, потом, когда начали пилиться другие продукты, уже прошли определенное количество лет, ты всегда в моменте смотришь, а, что сейчас там уходит в тренды, где у нас там много разработчиков, есть база, и вот это вот все. То есть и Go эффективный, быстрый, вполне себе легок в освоении, поэтому есть даже ребята, которые там в Go были переквалифицировались, и все ок. Практически на всех проектах, независимо от того, что это, у нас есть Postgres. С ним работают все потом, софт у нас в основном написан на Ruby или на Go. В зависимости от того, На вас это как-то сказывается, кроме того, что надо знать, как Ruby запустить? Нет, это абсолютно никак не сказывается, просто вот он написан и написан, и мы с этим работаем уже скорее как с коробочным решением. Так, опять же, Kafka, Redis Rabbit, ну, это, наверное, такое более-менее стандартное. Для мониторинга у нас используется Zabbix, Prometheus, также... Мониторинги вы тоже сами себе настраиваете? Пишите. С мониторингами тут ситуация гораздо сложнее, у нас есть команда мониторинга, которая погружена в это, у нас, опять же, есть команда SRE, которая тоже часть мониторинга настраивает, но то, что они настраивают, они настраивают скорее на предсказание проблем, а не непосредственно на определение их и последующее реагирование. С точки зрения базы данных, у вас Postgre? Да, в основном Postgre, Mongo есть на одном сервисе. Я так понимаю, что у вас Postgre, он прям доминирующий, он используется и сервисами? Почти все продукты вообще софт-свисы используют. Как вы работаете? Вот у каждого Monolith'а своя Postgre отдельная, то есть у каждого клиента своя отдельная Postgre. И у каждого сервиса свои Postgre. То есть условно она мультинатная, то есть она шарится для сервиса. Но у нас есть Shared Postgre, но она сделана больше для такого быстрого запуска всяких MVP и PROC, то есть ну, чтобы сэкономить время, не ждать, пока инфу поставят. Вот. И там в этой Postgre есть такие ненагруженные приложения, которые в PROD крутятся на постоянные, и мы просто не видим смысла из нее выносить, потому что там стоят мощные тачки. У нас, во-первых, по большей части мы используем патроник ластера, на мультинатных сервисах как минимум это обязательное требование, на крупных наших клиентах тоже. То есть патроник гарантирует фэлбэк в течение даже доли минуты автоматически. Есть шанс потерь данных, но простой дороже. То есть простой час, пока там проснется инженер, поймет, что у него, почему она упала, не знаю, на реплику переключится, он дороже. То есть у нас такая договоренность, что мы готовы, в ряде сервисов у нас есть кластер, где есть два мастера, вот, но в большинстве случаев мы просто готовы, что мы потеряем там пять секунд данных, потому что речь не идет о минутах даже потерь, то есть там три-пять секунд, зачастую это одна секунда, вот когда мы тестили, меньше одной секунды, то есть репликающий лаг. Вот даже когда в проде это все случалось на наших дуповых клиентах, клиент, ну у него 15 секунд даунтайм, и потом хоп, возвращается. Он даже не заметил потери данных, по факту. Потом мы только на отчетах финансовых подбивали, что это не такая большая сумма. Как вы синхронизируете работу студии, команд внутри студии? Во-первых, не так много задач, где их нужно несколько вовлечений из своих студий. А, то есть это очень обособленные сегменты? Да, это там, где нужны общие, то есть бывает, ну вот, например, лицензии часто задевают общие компоненты. Слушай, по задачам это ладно, окей, они могут быть обособлены. Ну, на примере, давай на примере большой задачи. На некоторых валютах появилось желание бизнеса дробить валюту больше, чем она дробится. То есть вот, условно, евро дробится на 100 центов. Вот, они захотели у какой-то валюты, у некоторых валюты сделать там 12 знаков с точностью, условно, как у крипты. По факту, это все транзакции, которые идут на платформе. Все, что с деньгами работает. Все отчеты, которые мы предоставляем нашим клиентам, не знаю, все бонусы, они же тоже рассчитываются на основе данных. Да, UI. В общем, это затепило почти все студии, наверное, все студии, да. И вот была создана, по сути, отдельная кросс-команда, которая отвечала, то есть люди с разных студий, которые сделали эту фичу для всех. В случае, когда это, знаешь, как большие изменения в одной студии и маленькие в другой, это чаще делится на задачи. Эти делают большую, этим дается маленькая задача и просто сообщается на API-планирование, раз в квартал, сообщается, слушайте, нам от вас нужно вот этот кусочек, сделать его там до 15 марта. Все хорошо, сделают или не сделают, тут уже повезет. Но чаще всего, конечно, за счет планирования все понимают ожидания, это как бы инлайн ожиданий, все понимают ожидания и делают. Как разбиение по студиям матчится на то, что у вас есть микросервисная и монолитная система? То есть пересекаются в студии с работой на монолите, например, это уже достаточно сложно. Монолит, он не по коду, но, как это сказать, ментально, ментально разбит на компоненты. То есть условно, то есть у нас не этот шар грязи, да, но это такой паттерн, анти-паттерн, бол оф мол, мат, бол оф мол, бол оф мат. Вот, то есть там не все прям так переплетено, как все всегда говорят про монолиты, и тем более про рельсы. то есть как сказать, ментально ты понимаешь точные границы, и хорошие разработчики тоже понимают, что это важно. То есть руби-разработчики понимают, что ну не надо лезть чужим компонентом в модель что-то прописывать. Но, к сожалению, так как это единый репозиторий, бывают конфузы. Конфузы. Вот. Но глобально, то есть мы разделены на несколько компонентов, это там реально список из десятков компонентов, потому что монолит развивался ну по сути до сих пор он развивается уже 10 лет. Вот. Мы туда еще до сих пор контрибьютим. И, соответственно, у каждой студии вот по логике вот этих вот студий, за что они отвечают, есть компоненты. И если задача приходит в монолит на эти компоненты, например, ну там баг или дописать какую-то логику, то она идет в студии. Но при этом у каждой уже студии есть свой сервис. Соответственно, она отвечает за сервис единолично. И если монолитный релиз это вот мы собираем двухнедельный релиз со всех команд, одну ветку релизную, ее регрессируем. В общем, это боль, печаль и страх просто. Но каким-то образом удивительным команда справляется очень эффективно. И у нас нету какого-то долга релизов. То есть у нас вот релиз собрали, протестили и выпускаем две недели. И при этом уже следующий релиз готовится. В общем, нет у нас такого, что вот я знаю в многих компаниях с такими процессами ну просто там типа пять релизов они отстают в реальности от разработки. У нас такого нет. Вот. А сервисы, они релизятся у нас не CD. Они тоже собирают релиз свой, но просто они релизятся независимо. И вот сейчас мы всячески, у нас одна из векторов развития вообще платформы в целом, это развитие еще более безопасных релизов. То есть у нас все сервисы мультитенантные, почти все мультитенантные и соответственно сейчас у нас например канаречного релиза как такого нет. То есть мы выкатываем версию сразу на всех. Вот. Это чревато проблемами, потому что наши топ-клиенты и не топ-клиенты получают одно и то же обновление и топ-клиенты естественно всегда теряют больше денег от этого. Вот. И бизнес готов в принципе... А у вас не зеро даунтайм при подъеме сервиса? Зеро. Нет. А почему они дотеряют? Если баги какие-то. Да, баг просто. Потери топ-клиентов больше, чем мелких. И вот один из векторов, который мы ведем, это чтобы сервисы в том числе. То есть как казино из-за того, что они монолиты, ты на одного клиента разворачиваешь одно приложение. То есть у нас там много приложений стоит. Соответственно мы когда канаречный релиз сделаем, мы делаем его поклиентно, то есть мы накатываем мелких клиентов, смотрим пару дней, потом следующих смотрим пару дней и потом топов. Там 6 волн. 6 по сути его. А в микросервисах мы хотим сделать аналогично. В Кубе это можно организовать тоже, чтобы поклиентно релизить. Это будут другие списки клиентов, но вот ты релизишь на первую пачку клиентов, смотришь на них, мониторишь, если что откатываешь, и ты получается вообще не доставлял плохой код на топ клиентов. Ну и так далее. Как в целом выглядит раскатка допустим на одного клиента обновлений? Наши обновления раскатываются волнами. Есть несколько волн. Каким-то клиентам обновления приходят чуть раньше, каким-то чуть позже. Но это опять же касается непосредственно части софта. Если мы говорим про какие-то точечные изменения, которые делались под одного клиента, то есть задача, есть цель, которую необходимо достичь. Мы готовим это все потом. Если есть деструктивные шаги, то договариваемся об этом с клиентом. Если их нету, то просто предупреждаем и делаем. Где это все жиждится инфраструктурно, вот так, верхнеуровнево? Так как это мы сами все хостим и делаем, и настраиваем, то есть операторы не имеют своего хостинга, не имеют своих каких-то там... То есть хотя бы даже из-за того, что мы не можем тупо отдавать свой код. Логично, да. То мы все это делаем у себя. Ну, а у себя это значит, что там не где-то в подвале офиса, но по всему миру в зависимости от того, где ты должен находиться в дата-центрах наших партнеров. Плюс у тебя могут быть требования к самому дата-центру. То есть там ТИР-3, он должен быть ISO 27001. Все эти сертификаты, все эти регалии у него должны быть. Плюс мы выбираем, чтобы у него там было, не знаю, минимум 4 канала подключения к интернету. На самом низком уровне у нас либо это виртуальные машины в каком-то из публичных клаудов, либо это железные машины у какого-то из провайдеров. Причем тут тоже есть разнообразие. Где-то они получше, где-то они не такие удобные. поверх всего этого в зависимости от того, чем мы пользуемся. Для микросервисов у нас используется Kubernetes, там все достаточно удобно и беспроблемно. Для Monolith мы тоже используем контейнеризацию, но на базе LXD. Насколько это большая инфраструктура? Это огромная инфраструктура, по крайней мере, по моим меркам. Это тысячи хостов. Ух! Ух! У нас сотни клиентов и, соответственно, на каждого клиента приходится много хостов, плюс еще есть общая инфраструктура, которая используется для разных клиентов. Вот и приходим к тому, что у нас тысячи хостов. То есть вы OnPremies для клиентов разворачиваете практически весь продукт, да? Да. И сами его менеджите? Да. А общие, ты говоришь, что это общие обычно бывает? Общие, например, вот кластер Kubernetes, в котором развернуты микросервисы, вот он общий, мы под каждого клиента свой не поднимаем. Потом есть несколько кластеров Kafka. Тоже шарится между клиентами, конечно, данные отдельно, но инфраструктура общая. Также у нас несколько больших кластеров с эластиком. И вот за счет таких компонентов набирается общая инфраструктура. Слушай, а вам нужны для вам премис решений доступ к физических стойкам, например? Слушай, ну диски не вставляем, конечно. Ну, как бы, нет. Это невозможно, потому что казино сотни и серверов тысячи, и как бы, ну, это невозможно. Поэтому мы это все делегируем там в сторону наших партнеров, которые как бы работают либо с той техникой, которую они предоставляют в рамках дата-центра, да, либо, допустим, я вот захотел там, не знаю, работать с каким-то серверовки покупать. Они говорят, ну хорошо, тогда они пускай и будут вам поддерживать их, да. Они как-то договариваются, там, какие-то контракты, обязательства, как бы, и вот приходят инженеры, когда что-то случается, нам это меняют. Здесь регламент, это сувей, там, все как надо. То есть наши инженеры этим не занимаются, как бы, стойкой физически, там, доступа у них нет. Ну, и был интересный случай, я могу рассказать, как бы, может тебе понравится. Один крупный игрок захотел на рынке айгейминга захотел перейти с одной платформы казино, значит, на нашу. Тоже не буду назвать имен, да, и все бы хорошо, но база у него была на майскеле, и она была 60. Ремарочка, мы это, не знаю, упоминали или не упоминали, у вас постгре. Да. То есть технически это уже задачка такая. И она у него была 60 терабайт. Да. И, как бы, ну, перегнать это все через интернет, ну, не то, чтобы очень удобно и быстро, плюс, как бы, я вот там уже не помню, сколько там репликация хорошо там работала для моей SQL, да. Да, дай я угадаю, вы попросили своего партнера просто переткнуть диски с базой? Даже больше. Было два дата-центра в рамках одной страны, и нужно было быстро из одного дата-центра вот этот вот NAS накопитель с дисками достать своим массивом в машине ни через никого там DHL-а, там ничего, в машине своей, потому что перевоз дисков как бы вот закат солнца вручную, вот это вот все, когда происходит, там диски могут поставлять даже NVMe-шные, как бы, да, другого не держим. Не, ну там-то бэкапы наверняка должны были остаться, но все равно стремно. Понятно, оно продолжает там работать, а мы вот этот вот массив данных привезли, потом мы его там включаем в репликацию, да, оно догоняет мастера, и дальше мы там пишем скрипты, которые там в моменте переключения все вот актуальные эти данные перенесут в Postgres, и мы запускаем наш проект. Это миграция в казино. Звучит как полет этого Боинга, звучит как следующая серия фильма с этим, с миссией невыполнима, короче. Типа да, все будет хорошо, но выйдет там, слушай, пальцы скрестите, Но это единичный случай. Это единичный случай, но прямо вот тогда нужно было, чтобы инженеры физически забрали, приехали туда, там их впустили, переодели в белые халаты, там все вот эти регламенты. Извини, а с точки зрения юридических всяких бумажек, это же, наверное, бюрократическое волокит, это просто трындец, как разобрать эти диски, под охраной перевозить. Да-да-да-да. Наверняка. Ну, охраны там не было, но там... У меня боевик в голове сразу. Да, но там был прямо регламент, то есть ты не можешь там зайти в фойе дата-центра и сказать, типа, пустите мне там в сервер. Нет, но это же задача реально из разряда перевести эти пластины, которыми деньги печатают. Ты везешь жесткие диски с данными миллионов клиентов в какой-то офигенно здоровенной компании. Да-да-да. Ну, как бы... Блин. Мы не то, чтобы писали бы это везде там во всех газетах, просто это сделали, да. Окей, окей. Но было очень сложно договориться, чтобы вот этот вот регламент, там, несколько дней на получение разрешения доступа в дата-центр, как бы, чтобы для наших инженеров он прошел чуть быстрее, потому что иначе протухнет реплика. Ну, как бы, то есть, ее там догнать уже будет там очень тяжело. В разумные сроки она просто протухнет. Поэтому нам нужно было максимально это быстро сделать. И, как бы, сама перевозка там, это было несколько часов. А вот там перевести туда, подключить, там, настроить интернет, все остальное, как бы, там, допустили, чтобы этого человека. Это было какое-то время. Ну, вот, когда ты работаешь со своими, там, провайдерами, как с партнерами, то ты можешь с ними договариваться, там, да, и они там упрощают тебе эту процедуру, либо готовят тебе ее заранее, как бы, там, все документы, там, все необходимое для того, чтобы это все сделать быстро. Ну, вот, поэтому мы стараемся работать, во-первых, с разными партнерами, да, использовать их разные возможности, да. Скажем так, Амазон тебе такое не позволит сделать никогда. Ну, потому что кто ты, кто Амазон. Поэтому, как бы, ну, тебе нужны какие-то, там, тоже крутые ребята, но, там, менее выпендрежные, которые тебя, там, будут, там, воспринимать как серьезного клиента и будут тебе, там, относиться, там, к премиум-суппорту, да. Вот. И мы предпочитаем все-таки не сидеть на одном вендоре, потому что, на одном провайдере, да, потому что, как бы, ну, нельзя держать все яйца в одной корзине, тебе должны быть какие-то альтернативы, в том числе для работы с ценами. И у нас же, как бы, работа с инфраструктурой, у нас вся инфраструктура как код. Это мы работаем с нашими, там, дата-центрами, там, в том числе, как бы, там, накат каких-то, там, апдейтов, конфигураций, там, всего остального. Мы работаем через Solstack, технологию для управления конфигурацией, автоматизацией. А у нас под конкретных, там, дата-центры, под конкретных провайдеров уже все настроены, написаны. Понятно, да. Потому что, там, начать работать теперь еще с кем-то, это, там, определенный комплекс работ. Писать унифицированную инфраструктуру, это больше сказки? На самом деле, это получается за счет разных уровней абстракции. Когда мы доходим до определенного уровня абстракции, нам уже не важно, где мы находимся, но если мы спускаемся вниз, то для того, чтобы дойти до этого уровня абстракции, мы уже действительно делаем унифицированные решения и их собирается определенное количество, их надо поддерживать. Но, опять же, это будет в любом случае, даже если пользоваться каким-то одним провайдером, все равно у них что-то меняется, и для поддержки разных версий необходимо продолжать поддерживать и старые, и новые решения. Поэтому принципиально тут нету проблемы. Как вы обеспечиваете контроль качества? Разработчики и тестировщики должны быть всегда рядом, это понятно. Равно как и продукты тоже должны быть с командой, на мой взгляд, вместе. Там, quality. Это может быть в небольшом продукте отдельная команда, либо, допустим, если в продукте несколько команд разработки, то они будут прямо в этой команде каждой быть, но при этом у них только есть централизованный менеджмент через какой-то QA-лида или QA-менеджера по-разному. Я говорил, у нас разные бизнес-подразделения с разной степенью маркерности, где-то что-то такое более стартаповое, где-то чуть более уже среднее по процессу, где-то совсем enterprise-enterprise. И, соответственно, quality, assurance представлен в виде либо выделения специалистов, либо команд, либо shared-команд среди под команд разработки конкретного продукта. То есть по-разному. Но всякий раз это, безусловно, комплексный вопрос. То есть это тестирование не в классическом виде мануальчики сидят, вот этот вот monkey-тестинг такой, да? Нет. Это, безусловно, какой-то комплекс мер. Это там и перформанс-тестирование, это тестирование требований, это по нефункциональным требованиям теста, это автоматизированное тестирование, это даже может быть какая-то смежная работа автоматизаторов, которые пишут юнитесты какие-то и так далее. и наоборот, да? То есть разработчики могут писать какие-то более комплексные интеграционные тесты, лот-гран, да? То есть это прям набор мер, которые кей-менеджер определяет необходимым и достаточным для того, чтобы обеспечить должный уровень качества, заложенном, не знаю, продуктом или бизнесом, неважно, да? То есть мы там можем где-то что-то там упростить, если мы быстро какую-то фичу выкидываем как proof of concept, да? Либо мы там должны заложиться нормально в надежности, потому что это касается каких-то там очень там ассоциативных аспектов типа финансов там и чего-то еще, то мы там должны миллион раз все перепроверить и сразу в углов посмотреть и black box, и white box, там все что угодно там, да? Как бы изнутри, снаружи и так далее. Поэтому это всегда такой комплексный подход, исходя из контекста, что должно быть сделано, но на платформе казино, например, это всегда такой ну серьезный очень подход со всеми этими аспектами, про которые я сказал. То есть это и юнит-тестирование, это и мануальное тестирование, автоматизированное тестирование, там перформанс и все что угодно. С кибербезм у вас что? У нас есть отдельная команда security, это там подразделение, которое состоит там из нескольких направлений, это информационная безопасность, application security, инфраструктурная безопасность, да? То есть это как бы, ну там разное, разное там направление работ, то есть что-то смотрят там с точки зрения там процессов, подходов, правил, там условий, там CICD, там пайплайнов и так далее, да? Это ребята там за application security отвечают, да? Если infrastructure security, это все, что касается там, то, что мы обсуждали, да? То, что как платформа предоставляется уже там для разработчиков, да? Это все тулы, которые мы там используем, да, на уровне инфраструктуры, это там, не знаю, там выбор дата-центров, там способы работы, это доступы к самому там непосредственно там серверу, да? Там все эти там SSH там и прочее. То есть это все там тоже жестко регламентируется там на уровне инфраструктуры и как требование заносится. Общее там хранилище ключей, сессионные доступы, допустим, к инфраструктуре, там, да, использование каких-то там телепортов и так далее. Это там инфраструктурная часть. И третья часть это информационная безопасность. Все, что касается там уже такого, скажем, там, people-фактора, да? То есть как мы взаимодействуем с системами, какие у нас там процессы внутри компании, как мы там, что, куда, какие там предоставляем доступы и как работаем с информацией, там, какой регламент. Как вы в компании к тестам относитесь? Тесты обязательны. 100% покрытие на СРС обязательно. Да. Ну, близко к этому. У нас есть... ДТО-шки тестировать, и все, что хочешь. ДТО-шки. У нас нет ДТО-шки, мы руби. У нас это структурки, у нас классики, все, что угодно. Удобно. Да, да. Ну, то есть мы стремимся к 100%. Ну, то есть понятно, что если там у тебя 99,9 и TeamLit по понятным причинам объясняет, почему он админку там, знаешь, там, у него там строчка почему-то не засчиталась, там, название страницы админки. Ну, да. То есть, ну, в общем, там есть специальные файлы, вот в нашей библиотеке просто пишешь вот это, игнорируй. Вот. И, ну, эти все файлы контролируются там инженеринг-менеджерами, то есть это все через опруф, именно игнор. А так 100% юнит-тестами, ну, это покрытие. Мы еще меряем, пытаемся, бранч тестирования, оно ниже. Это чуть сложнее, оно вот как раз-таки решает проблему у основного карты тестирования, что если ИВЧ прошел, там, тронарная операция, например, то она засчитывается вся, да, ну, понимаешь. Вот. Ну, в общем, она чуть ниже, но мы тоже стремимся, чтобы ребята, мы просто ее позже нашли, как такую еще систему, что можно мерить. Вот, поэтому мы пытаемся ребятам сейчас новые, уже как будто, ну, постарайтесь до сотни догонять, но понятно, что там цифры общие, они ниже там, но они не опускаются ниже 80%. Потом у нас есть команда автотестирования, они пишут на Java, это удивительно, там отдельная история, почему так произошло, но они пишут на Java, то есть каждый сервис, у нас есть тестирование, вот регрессионное, да, мы покрываем, вот у нас есть поднятая при продакшен инфраструктура, вот они гонят такую комбинационную, вообще как там, все вместе работают, есть тестирование на отдельных сервисах, естественно, то есть просто тестировщики, автотекей команды, есть перформанс кей команда, перформанс кей команда тоже изолирована и неизолированно тестит, вот, причем они делают иногда автоматизацию, то есть она очень маленькая команда, три человека, но они, например, на сервисах решают проблему так, что они пишут скоупт тестов какой-то, например, с сервис турниров, у него там 4 endpoints, нам важно, чтобы они работали быстро, например, Kafka там, что они читаются, вот, они пишут там несколько пул тестов, вставляют их в Jenkins и уже сами разработчики их гоняют, и просто вот команда перформансеров выступает в роли своего рода NAM Blink Team, которая учит, как читать вот эти графа на логи, графа на графике, как смотреть хорошо, нехорошо, как сравнить два релиза. Чтобы разработчики сами контролировали. Да, и вот в некоторых командах это очень хорошо заводится, разработчики сами просто смотрят, то есть вообще не трогают перформанские команды, единственное, почему они их трогают иногда, это типа, допишите нам еще такой тест. И треть, это такой четвертый, точнее уже слой тестирования, мы вот в этом году начали хаос-тестирование. Это, но мы у нас пока, ну, вручную, но почему мы пока не идем даже вот эти манки, как она там называется, в общем, вот эти нетфликсовские, когда у тебя отказывает просто случайно что-то, мы не идем туда, потому что мы как бы еще вручную ловим. То есть мы пишем прям сценарий, типа вот нам нужно оттестить наш кластер Кавки, да, и вот мы берем ее ложим. Ну, то есть мы сначала стейджинг ложим, смотрим, если вот мы выводим там, мы рассчитываем, что мы выводим 3 ноды или там различные сценарии, ну, например, на ноды, самое очевидное, да, тебе нужно вывести, вот ты знаешь, что у тебя кластер 9 нод, тебе нужно вывести, например, 3 стабильно ты должен держать, 4, вот это максимум. Вот ты выводишь одну, смотришь, все хорошо, вторую, третью, четвертую, все хорошо, оно работает, ему стало как бы неприятно, но он работает. Разработчики сильные у вас, мощные, как мы уже обсудили. Задача нет типичная в том плане, что надо и про перформанс думать, да, то есть там SQL, все это вот неплохо знать, и там можно даже с DBA взаимодействовать, надо и про безопасность, наверное, думать, раз безопасники есть. Как вот это вот в одном разработчике сочетается? Вы как-то, не знаю, онбордингами это закрываете, что они плюс-минус знают, что делать надо, или они просто все очень у вас прилежные, все за этим следят, либо у вас как-то эта там задача уходит потом DBA, секьюрникам, и они уже заводят новые задачи, если есть какие-то и шьи. То есть такая аналогия со швейцарским сыром, то есть там много-много пузырьков внутри. То есть это не достигается каким-то одним конкретным процессом. Да, это все, что ты перечислил, все работает. То есть у нас есть архитекторы, которые изначально как бы следят за тем, чтобы решения технические, они совпадали с общим вектором там технического развития там, учитывали все аспекты, боттлнеки там наших технологий, там того же Ruby, там и так далее. У тебя есть EM всегда, это инженеринг-менеджер, который должен быть достаточно опытным и сильным. То есть он такой микро-СТО в рамках какой-то там группы инженеров. И он тоже может эти вещи там направлять, там проверять, смотреть и так далее. То есть там тоже закладывать какие-то вещи на уровне проработки архитектуры, либо там уже в рамках комплементации каких-то решений и так далее. Ну и у тебя плюс есть, да, действительно опытные разработчики, которые анбордятся, которые постепенно все это сознают. Анбординг у нас такой, ну, не быстрый. Даже там для разработчиков, которые достаточно быстро получают доступ там к коду, к проду, там, к всему остальному, они, в принципе, ну, очень долго там в контекст погружаются, да. То есть это месяцы работы, да, чтобы понять, сознать. То есть помимо тех вот ограничений, требований, про которые ты рассказал, да, там по перформансу, там по security, там, да, и так далее, у тебя такие еще требования есть, как, а как ты можешь это, ну, внедрить для SOSing клиентов. То есть как ты будешь это деливерить им, как ты будешь это поставлять, это про обратную совместимость обязательно, ну, это про все, ну, то есть как бы, и мы, допустим, даже деливери мы осуществляем волнами, да, мы не ставим там обновление какого-то ПО там для всех клиентов одновременно, вот там, одной волной. Нет. То есть есть клиенты, которые достаточно крупные, которые там работают с точки зрения там, ну, у них простое даже там несколько секунд, для них это могут быть потери там огромных денег. Если ты вкладываешься в какую-то рекламную компанию, которая стоит там миллионы долларов, и она там отрабатывает в течение какого-то там ограниченного времени, то если у тебя там приляжет что-то там, допустим, даже там на 10 минут, ну, ты теряешь большие бабки. И это твоя репутация именно как оператора там и как бренда казино, потому что игроки больше туда не придут просто тупо. Соответственно, все должно там работать стабильно, надежно, как минимум в то время, когда там оператор проводит там рекламные кампании. Таким образом, ты не можешь всем одновременно клиентам накатить там изменения, чтобы у всех было все одинаковое, и хорошо, когда ты там это делаешь на уровне, допустим, вот того самого монолита, который каждый свой. И ты можешь какие-то там бренчи делать, как бы там накатываться условно клиентам разные какие-то там версии, а у тебя же есть какая-то часть общая в кубе, и как бы тебе тоже ее нужно как-то апдейтить так, чтобы там для всех завелось. Тут тоже надо продумывать, как это делать правильно, чтобы у тебя там, не знаю, например, разные поды с аппликаейшн работали там на разных версиях, да, потом потихонечку их там всех обновлять под новую версию. Это тоже большая работа, которую программисту в голове происходит, когда он думает о том, как он это будет делать, как он это будет релизить и так далее. И там одним человеком, который за всем будет следить и всем там рассказывать, как делать, ты не закроешь. То есть, да, это как бы такой комплекс мер и комплекс знаний у всех участников процесса. И поэтому тут, ну, с джунами работать тяжеловато. Что насчет тестирования на безопасность, на уязвимости? Стоимость на безопасность, да, это все есть. Это на плечах разработчиков или это? Нет. Ну, нет, разработчики, у разработчиков есть список правил. Архитекторов есть еще шире список правил, как им проектировать. Но у нас есть отдельный департамент, они такие полусекретные, вот там. Но глобально они не секретные в плане того, что там они находят, какие-то отчеты, они раскрывают персонально кому-то, показывают. В том плане, вот если про платформу, они, например, открывают его мне. Например, TeamGrid-агрегатор, они вообще не знают о его существовании. Но они вот сами проводят... Теперь узнают, кстати. Нет, ну, я тоже знаю, что они есть про агрегатор, но мы не знаем, что там написано, понимаешь? Понятно. То есть мы знаем, что проводится тестирование, но мы не знаем результатов. Вот они сами проводят пентесты или заказывают там белых хакеров. Вот. Они сами смотрят репозиторий, иногда что-то подсвечивают. И вот сейчас у нас стратегически там повышение уровня, в том числе такого, на голову выше. Вот там вот различного рода работы мы проводим, чтобы еще лучше быть с точки зрения безопасности. Давай по-честному. Какая текучка в компании? Техническая именно. Я не знаю, это плохо или хорошо, но текучка достаточно низкая. Да? В смысле, плохо или хорошо? Это хорошо или плохо? Это может быть плохо? Текучка, это ведь не только про то, что ты теряешь что-то, но и про то, что ты приобретаешь что-то. Вот мы обсуждали с тобой, как вот пришли я и мой коллега в компанию 4 года назад в позицию действия сетё. Постой, постой, постой. Можно, я все-таки делаю разницу между текучкой и ростом. Так-то можно расти, набирая, но не теряя, потому что всё и так хорошо. Окей. А текучка, я понимаю, это пришёл-ушёл, да? Да-да-да, но смотри, когда ты донабираешь, как бы, то условно процент новых людей, которые там работают в компании или там приходят в компанию, он всё равно там несоизмеримо меньше общего там состава, который уже там проработал там 3-4-5 лет и, будем честными, нового вряд ли чего принесёт. Только если активно будет чему-то учиться там, развиваться там и вот прям где-то ещё там изучать на стороне. сегодня будет на это время не хватать. Ну, то есть люди развиваются и там что-то новое понятно изучают, как бы, да, но по большинству людей как бы там, если ты там всё, что там новое ты мог принести, вот прям вот прям чётко новое, да, это первые там 2-3 года ты пробуешь в компании. Нет, ну так что тебе такого нового нужно? Это ж не значит, что тебе вот типа завтра стукнуло там Вася у сеньора рубиста, переквалифицировались нафиг в какой-нибудь раз с другими базами данных. Это ж наверняка там интерактивно. Где-то технология поменялась, где-то версия поменялась, но и люди тоже растут и без особых там супер вкладываний в свободное время. Да, но всё равно тебе, ну, очень полезна в компании свежая кровь, когда приходят новые люди со свежими идеями, с каким-то релевантным опытом или нерелевантным. То есть люди к тебе приходят весь не только из айгейминга, они приходят из других областей, из бэнкинга, из хеллска, да, то есть как бы это разные отрасли, и где-то ты можешь что-то почерпнуть новое для себя, да. То есть люди работать могут быть даже там в соседних там продуктах, подразделениях, но не знать порой там о каких-то интересных вещах, которые есть у других, потому что у них не всегда есть время даже об этом поделиться, рассказать. Они настолько сфокусированы на разработке там, на развитии там своего продукта, что не всегда могут там даже рассказать об этом. Слушай, ну говоря о том, что отсутствие большой текучки может быть плохо для компании, вот для внешнего слушателя это может показаться, что это опасновато. Вот типа я как разработчик хочу прийти в компанию, в которой я проработаю долго. Мне не хочется сильно париться, менять компанию, особенно сейчас, нестабильное время. И тут ты говоришь такой, нам нужна новая кровь. Слушай, ну мы же бизнес, мы же, ну как это, не богодельная, мы не волонтерская организация, да? Но ведь в этой парадигме и ты, как депти, например, через там два года по идее должен стать старой кровью и тебя по идее должны заменить. Возможно, да. Я понимаю, это прекрасно. Ну то есть как бы, ну а почему нет? А что ты можешь делать для того, чтобы этого не случилось? То есть обучаться, да? Смотри, давай так, я не за то, или это норма? Я не за то, чтобы люди должны там постоянно меняться, нет. Я за то, что должен быть баланс. Окей. Ударивать там бабки в то, чтобы там максимально людей удерживать, да? Только лишь этим как бы работать, да? То есть нужно, чтобы и тем, кто старички там в компании работают уже давно, была какая-то здоровая конкуренция среди там людей, которые новые приходят с новыми идеями, чтобы челленджились какие-то там старые подходы предыдущие, да? Чтобы возникали какие-то новые там ракурсы, взгляды там на технологии, не знаю, на процессы там и так далее. И это помогает им развиваться и не стоять на месте. Это помогает бизнесу выживать там в условии там жесткой конкуренции. Ну, а возвращаясь к тому, что каждый там может замениться, там, включая там депети СТО или СТО в компании, это нормально. Это нормально. Ну, то есть, как бы я не вижу проблемы. То есть я четко понимаю, что для бизнеса самое важное развиваться, а не сделать меня счастливым человеком. Мое личное счастье зависит от меня. Если это в одном векторе лежит с целями компании, ну, здорово. Участвуешь ли ты в хайринг-процессе? Я раньше в нем активно участвовал. Вот. Когда был на позиции льда, вот особенно, то есть это было прям day-to-day, сейчас почти нет. Чего обычно не хватает кандидатам? Я понимаю, что у вас собеседований в принципе не так уж и много, потому что эти кучка небольшая, но в целом, чего для такой сферы, для таких задач обычно не хватает больше всего у людей? Ну, на самом-то деле, я так скажу, не сильно важно, какой конкретно язык ты знаешь, какие там вещи ты успел там потрогать. Самое важное это инженерное мышление, критический подход к вещам и умение креативить, потому что зачастую... То есть, подожди, у вас на собесах, значит, можно встретить вопросы в стиле в комнате три лампочки, да? Нет. Какая загорелась последняя? Настолько нет. Но опять-таки, когда у тебя бывают кейсы, ты там собеседуешь человека по достаточно такому стандартному там какому-то блоку вопросов, потом такой чуть-чуть в сторону отпрыгиваешь, ну, вот у нас там, не знаю, привычный SQL, тык-тык-тык, вот такая задача, как бы ты делал? Ой, начинают, естественно, думать, ну, понятно, это стрессовая ситуация для человека, понимаю, что далеко не всегда может быть комфортная, но периодически какие-то задачки мы задаем, но это не сколько там шариков в автобусе поместится или в круглые люки. Да, мы просто не используем. А алгоритмическая задача? Ну, у нас алгоритмические задачи на самом-то деле не то, чтобы супер так востребовано с точки зрения каких-то, задач, чтобы это было применимо, вот, поэтому мы обычно все-таки идем больше от практических кейсов и такие уже истории закобыристые в рамках практических кейсов задаем, что можно было порешать. тестовых я никогда людям этой компании здесь никогда не давал, то есть тут либо ок, либо не ок, и мы сразу понимаем, как бы, есть смысл там дальше продолжать сотрудничество, либо мы можем поговорить с человеком, какие-то темы, дать ему понять, где какие-то точки роста у него еще есть, чтобы можно было заплавиться к нам снова, ок. Кого вы ищете в компанию для разработки? Безусловно, бэкграунд человека важен, то есть работал ли он плюс-минус в серьезных организациях, где есть нормальные процессы уже устоявшиеся, где есть плюс-минус большие продукты с каким-то требованием к хайлоуду или их стабильности, надежности и так далее. То есть человек бы работал со схожим или чуть меньшим, чуть большим масштабом приложений, решений технических. Важно будет это продуктовик либо аутсорс. Например, я работал в продуктовике на хайлоуде, либо я работал в аутсорсе над проектом с хайлоудом. Я бы сказал нет. Вот для меня, допустим, без разницы. То есть, наверное, очевидно было бы сказать, что типа, ну, конечно, продуктовый опыт, он очень важен и так далее. Но в аутсорсинге тоже очень много плюсов. И умение быстро работать, умение следить за своим временем, умение, я не знаю, быстро перестраиваться в контексте, потому что все-таки в аутсорсинге проекты меняются, бизнес-домены меняются. Не испытывать неприязнь к чему-то новому, потому что аутсорсинг подразумевает такую большую флексибилити с точки зрения технологии, потому что клиент всегда прав. И в продукте клиент внутри, в первую очередь, это продуктовик, который решает, как развивать, если мы говорим про B2B, который решает, как развивать продукт, исходя из потребностей рынка, но он определяет, он делает ставку на ту или иную фичу, на ту или иную направление или технологию даже иногда. Поэтому и в аутсорсинг-организациях, и в продуктовых организациях и светлые думающие ребята, которые могут что-то принести. Поэтому, наверное, выбора между компаниями нет. Скорее, вот именно такой масштаб кругозора, то есть масштаб мышления. То есть, если человек пришел, сменил три компании, все они были размера 10-15 человек, они делали какие-то стартапы, ну, платформу казино, где уже такие устоявшиеся процессы разработки, где такие мощные процессы и прочее, наверное, там, рисково рассматривать такого специалиста, да? Почему? Это же не про размер компании, это же про размер ненапродукта. Условно, может быть, стартап, где 15 человек держат там прот на миллион пользователей. Такое же тоже может быть. Может быть такое, да. Но обычно, если стартап на 15 человек и прот делят на миллион пользователей, он очень быстро вырастает в компанию 200 человек. Для меня, скажем так, опыт работы в релевантных отраслях, доменах бизнес или в релевантных процессах гораздо более важно, чем если человек там был в гутсорсинге или в продуктах. Нужно понимать, как работает вот что-то за пределами рельсы, то, что вокруг рельсы. То есть, например, Nginx, что такое Cloudflare, там, не знаю, что такое reverse proxy и прочее. Нужно обязательно знать куб. На сегодняшний день, не знаю, это прям обязательно. Понятно, что рядом с кубом идут докеры и прочие вещи. Куб хотя бы знает на уровне разработчиков, то есть, зайти, посмотреть поды, почитать describe, не знаю, может быть, какой-то простой манифет, редактировать, реплика, сет увеличить. Мы чаще всего ищем высокого уровня Ruby разработчиков по причинам, что мы сталкиваемся с высокими нагрузками и нужно понимать, как их можно решать. То есть, ну, пример, вот мультинантные сервисы. Опыт мультинантных сервисов есть не у многих, а он несет в себе много проблем, связанных с тем, что там, ну, из Neighborhood, то есть, например, какой-то клиент туда много запушил данных, в Kafka, именно один, вот это, не знаю, там, баг его или он там что-то накликал у себя или там, DOS у него. Вот, и нужно понимать, что с этим делать, потому что вот мультинантный сервис сможет это тоже не обработать. Потому что он будет обрабатывать только эти события, а все остальные клиенты ждут. Различные паттерны микросервисов, то есть, вот на самом деле сервис-ориентед, хоть оно и называется по-другому, но паттерны те же, проблемы абсолютно те же, просто они, у тебя меньше вот этих коммуникаций между сервисом, соответственно, они реже возникают, ну, реже возникают, и ты более локализованно понимаешь, из-за чего у тебя проблема. То есть, если у тебя страдает сервис турниров, например, у него отстают данные, значит, ты понимаешь, либо он плохо консумит, либо ему плохо пушат, правильно? Вот. А если там бы было еще микросервисы, и у тебя вот эта часть что-то плохо работает, ты бы эту цепочку... Проще, тебе вместо 10 сервисов нужно владеть условно одним. Да, ну и цепочек меньше, взаимодействия меньше, мониторинга опять же меньше. Вот, но паттерны те же, то есть, всякие рейт-лиминты, circuit-брейкеры, там, баллхеды, не знаю, обратное давление, то есть, вот это все, если человек знает круто, если нет, мы пытаемся научить. Вот за счет этих тэдов, докладов, где-то поделиться, показать, слушайте, вот есть такие паттерны, вот они тут у нас в проекте, тут в проекте, пожалуйста, посмотрите, попользуйтесь. Среднестатистический портрет разработчика в РНД. Ну, это чаще всего ребята middle senior, причем, ну, так больше исторически сложилось, что если мы открываем вакансию, даже под senior, middle, может на него заплавиться, и бывает история успеха, когда мы нанимаем таких ребят. Ну, и в первую очередь, если мы говорим про наш контекст основной, это про данные, про работу с ними, мой основной блок всегда и везде на всех собеседованиях, это база данных, работа с данными, что используем, какой опыт, там всякие заковыристые вопросы, и вот тогда уже, если человек проходит через это, все отвечает, тогда есть хороший шанс, что он попадает к нам. То есть, если это просто классический веб-разработчик, какой классический, для которого там база данных, это просто как сервис, сервис, который доступен, ты в него запустил запрос, он тебе что-то отдал, это скорее не совсем наш случай, просто по причине того, что у нас такая специфика, где нужно чаще всего знать, как работает под капотом. То есть надо знать движок баз данных, прям с мелочями? Не надо прям уже сильно разбираться в супер деталях, но понимать механизмы, как работает конкретно база данных, действительно стоит. Мою бытность веб-разработчики, бэк-эндеры, это должны были знать из коробки. Ну, это на самом-то деле, далеко не всегда так, на самом-то деле. И я бы даже так сказал, что зачастую, я думаю, это в принципе личная инициатива человека изучить подобные вопросы, потому что далеко не всегда это надо. Далеко не многие сталкиваются, на самом-то деле, с такими вопросами, когда нужно действительно там кавер приподнять и посмотреть, что под ним. Нужен перформанс, нужно эффективное хранение, потому что если у тебя их много, это же сразу косты, и причем независимо от того, где ты хостишься, все равно это будут косты, если у тебя много данных. Когда ты говоришь много данных, первое, что мне в голову приходит, это анализ данных. Это сильно не типовые задачи для обычного веб-разработчика. Совсем. Насколько нужно понимать, как анализировать данные, через какие инструменты их обрабатываешь, чтобы получать какие-то полезные инсайды? Ну, под анализом данных, я так понимаю, ты имеешь какие-то дешборды, вот такого рода истории, у нас под это есть уже отдельный штат людей. Мы специально открывали отдельную команду, создавали для того, чтобы они визуализировали, какие-то гипотезы проверяли и так далее. И сейчас на это в компании очень большой спрос, в принципе, на аналитику различного рода. То есть для разработчика задача в основном правильно и нормально обработать данные, как-то их принять и сложить? Принять, подготовить, обеспечить интеграцию в бэк-офис системы. То есть это уже BI-специалисты тебе этого не сделают. И опять-таки разобраться с юзкейсом, подготовить это все витрины, хранение данных, потому что тоже, когда мы говорим про перформанс, он всегда зависит от юзкейса. Нет у нас Silver Bullet, нет баз данных на рынке, которая тебе там с миллисекундным откликом любой юзкейс покроет. стек технологии примерно. Если говорить про данные, то по факту мы используем и ClickHouse очень активный. Это, наверное, была наша такая основная первая ласточка. Вот. Использовали и Mongo, MongoDB. Есть проект, где используется там Series база, Victoria Metrics. Вот. Где-то есть постгрессы классические, но это просто потому, что кейс достаточно классический, там не надо много и такая вполне себе стандартная задача. То есть это значит, что разработчик, приходя к вам, желательно, чтобы он умел и в Postgres, и в MongoDB, и в ClickHouse, и еще во что-нибудь. Это желательно. На самом-то деле, если бы он умел во все. Но найти человека, кто прям хорошо разбирается в ClickHouse, либо разбирается в каких-то Time Series базах, это сложно, мало. Тут как раз-таки больше история про то, что мы просто сразу начинаем учить. Учить, 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 учить. Статистический портрет SE у вас в команде? В среднем это кто-то средний между медлом и сеньором. Как правило, у него релевантный опыт непосредственно с теми технологиями, которые мы используем. Но, опять же, у нас есть такая технология, как SaltStack, и с ней, например, не все работали. Личнее я бы даже сказал, практически никто с ней не работал до прихода к нам. Поэтому нам пришлось придумать, как научить людей этим пользоваться. Это тоже отличительная черта вот всех, кто приходит, мало кто с ним сталкивался, и поэтому ведем за ручку, рассказываем, как этим пользоваться. Дальше люди приходят абсолютно из разных сфер к нам. Я бы сказал, что какая-то часть команды, может даже треть, раньше работали в банках. Очень похожая задача. Возможно. Как у вас онбординг проходит новых разработчиков? Онбординг процесс на самом деле от команды разный. То есть все зависит от команды, ее размера, специфики проекта. То есть где-то там есть абсолютно исчерпывающая документация, все классно, человек там смотрит, бордится какие-то и про компанию больше узнает. Ну, это общий блок для всех, там узнать про компанию, какие-то ценности, как это все работает. А если уже говорить про техничку, где-то полезнее просто начать делать. И есть ментор, супервайзер, кто-то из команды, кто с тобой day-to-day, пока не убедится, что все, у тебя все ок, ты можешь решать задачи. Потому что стэк далеко не всегда стандартный для тех, кто приходит. Они способны быстро переучиваться, все ок. Ну, то же самое, там, дата инженер, у них несколько классических стэков. И нельзя отказываться от людей просто потому, что они работают с какими-то другими технологиями. У них голова работает правильно, руки правильные, все ок. Естественно, тут можно потратить время, рассказать, показать, как мы делаем это здесь, в нашем случае, и все, человек решает задачи. Отлично ли имеете опыт работы в айгейминге? Ну, это, безусловно, важное знание, да? Но даже если человек работал в айгейминге где-то там еще, то придя к нам, он будет все равно учиться. Ну, как ни крути. Потому что, во-первых, все очень быстро меняется, тебе все равно все время постоянно учиться. То есть, вообще, айгейминг, как мы говорили, он такой очень флексибл, он постоянно там развивается, он еще не занял свой рынок, я считаю, да? То есть, это такая отрасль, которая сейчас растет. Еще вчера это были просто там, условно, там слоты, лайф-игры и там беттинг, да? Ставки на спорт. Сегодня это уже там турниры какие-то, джекпоты, это какие-то, я не знаю, микробеттинги, да? Там ставки на спорт в лайф-беттинг, там в процессе какого-то состязания, прохождения там, да? Это какие-то другие геймификации этого всего процесса, да? Это киберспорты, фэнтези-геймс. Это все растет, как на грибах. То есть, эта отрасль реально очень сильно развивается. не знаю, как искусственный интеллект сейчас, да? То есть, какой-то вот бум происходит, да? И, ну, нужно постоянно учиться чему-то. Поэтому скорее способность адаптации, способность к обучению, насколько ты можешь быстро там развиваться, там, учиться, меняя свои какие-то там взгляды, там, на технологии и так далее, это гораздо более важно, чем там вот конкретный какой-то опыт по гейминге, да? Умение работать там в тех процессах, в которых мы работаем, чтобы человек долго там не адаптировался или чтобы он онбординг прошел успешно, он там не убежал от нас или мы от него. Вот, потому что, ну, мы сейчас очень сильно там вот смотрим в то, чтобы вот в наши вложения, инвестиции в онбординг, они, ну, давали результат, да? Чтобы люди приходили и успешно онбордились и работали. Потому что, ну, я скажу так, в соус-вис сложно работать. Я тебя понимаю, но я сейчас буду адвокатом разработчиков. Конечно, безусловно. Если вы как компания, навряд ли платите разработчикам больше, чем по рынку предлагают. Ну, бизнесу нет смысла платить разработчику больше, чем рынок. Скажи, если это не так. Это не так. Мы платим больше? Мы платим достойно. Очень достойно. Достойно это по рынку? Или достойно это в два раза больше рынка? Понимаешь? Достойно это на 3% больше рынка? Кому? Ну, медлам, сеньорам, архитекторам? Кому сеньору, про которого мы сейчас говорим? Условно, средний сеньор. Это, кстати, еще один миф. Есть такой миф, скажу, это миф или нет, что в айгейминге зарплаты сильно больше у топовых специалистов. У линейных топовых, не у силы, а у обычных. Я тебе так скажу, что бизнес айгейминг, он, безусловно, позволяет тебе оперировать большими ресурсами. Исходя из моего опыта, скажем так. И какие-то вопросы, когда тебе нужно в чем-то, может быть, больше мотивации людей использовать точечно этот ресурс. То есть за сложную работу можно получить больше денег? Да. Так. И я так понимаю, что сложная работа, в твоем понимании, не равно неинтересная работа? Даже так, я на предыдущий ответ вопрос отвечу. Смотри, бывает так, я вот когда работал в аутсорсинге, бывало так, что человек прям заслуживает большего. Но просто ты не можешь ему это дать. Потому что его там ставка, по которой он продается клиенту, там, часовая, или просто этот проект, или что-то еще не позволяет такие инвестиции. А ты не можешь там все время за счет других проектов, там, условно, двигать даже заслуживающие этого людей по зарплате, и так далее. Ну, к сожалению. В агейминге, безусловно, мы следим за своими затратами, мы постоянно это анализируем. У нас есть там квоты, вилки, бюджеты, и проще. Но в случае какой-то там эксклюзивной ситуации ты всегда имеешь какой-то там, ну, больше, как бы, флексибилити, да, в решении этого вопроса. И это круто. Ну, это как подстраховка. То есть, наличие огнетушителя в офисе, это не значит, что ты будешь им пользоваться, да. Ну, я про то, что говорю, что это позволяет себе работать там с профессионалами, с крутыми ребятами, да, и в каких-то ситуациях там удерживать их мотивацию, да. А расширь немножко понятие сложная работа. Окей, хорошо. То есть, с того, что мы поговорили, понятно уже стало, что сложная работа в том плане, факторов сложности кому-то может показаться. Да, смотри, каждый второй, наверное, если не каждый там, не два из трех там, и даже больше людей на вопрос, что для вас там, ну, вот важно вот в новом месте, во что вы ищете в новом месте? Возможности развиваться. Все говорят, интересная задача. Интересная задача, ну да. Вот прямо вот все говорят. Интересная задача может быть всегда очень простой? Нет, навряд ли. Ну, то есть, все хотят челленджи. Кто-то побаивается, кто-то из акустика подсматривает и думает, а может возьму? Может сделаю? Вот вдруг получится. Ой, нет, страшно. Ну, видишь, интересная задача может быть непонятной и поэтому сложной. То есть, может быть так, что у тебя достаточно опыта, чтобы разложить интересную задачу, декомпозировать и сложить, и ты от этого кайфуешь, что ты это все сделал. Слушай, мы профессиональные А может быть такое, что тебе рубист, и тебе пришли и сказали, напили на ассемблере, дезассемблеру вот этой вот фигни. Тоже как бы вызов, да? Ты таким никогда не занимался, и задача может быть интересная, но ты понимаешь, что ты со своим стеком, ну, вообще мимо кассы. Ну, никто не будет тебе предлагать, не должен предлагать, а заставлять тебя писать на Go какой-то новый сервис, потому что мы ожидаем, что он там будет супернагруженным, да? Когда ты там все время писал на Ruby, и мы такие, типа, а ну-ка, и пиши на Go. То есть работа релевантная всегда? Или релевантная, или, ну, потому что мы исходим из, всегда из рациональности поступка, да? То есть заставлять человека делать то, что ему не хочется, ну, это же нерационально. Он будет делать там в 5-10 раз дольше, чем кто-то другой, который, наоборот, это хочет, да? У нас очень safe environment. То есть, если я хочу попробовать что-то новое, я знаю, что меня там не закидают гнилыми помидорами или чем-нибудь еще, и что мне окажут поддержку, и я смогу реально это заимплементить. А как, кстати, вы понимаете, что сотрудник хочет что-то нового? У него есть... Он просто приходит и говорит об этом. К кому? Своему инженерик-менеджеру. А, окей, точно. Своему лиду. Ну, то есть у нас вообще в целом развитие ребят – это такой, ну, процессный момент, да? То есть у нас есть там personal development planning, и там individual development planning по-разному называют его там в разных там командах, но судить это не меняет. То есть у каждого человека есть там итерация как минимум в год, да? А вообще по-хорошему она должна разбиться там быть на какие-то там шаги, там квартальные, там даже там или месячные. Как максимум получается в год? Ну, максимум декомпозиция. А, я понял. То есть как минимум у него должна быть раз в год какая-то там, не знаю, ретроспектива. Но бывает чаще. Но обычно это чаще, да? И в зависимости, конечно, от матчурности человека, от самостоятельности от него, насколько он там может сам эти вещи там двигать. Но его руководитель, там, линейный, там, например, там, инженерит-менеджер, да? Он там четко должен понимать из контекста того, что человек делает, у него должны быть цели. Они должны быть по смарту все. Ну, все по красоте. И, соответственно, перед человеком там их поставить, обговорить. Человек может сам сказать, я хочу там, не знаю, там, я бы хотел развиваться вот в этом. Я хотел бы какие-то задачи, там, связанные с каким-то другим языком программирования. Или я хотел бы там, не знаю, поучаствовать в какой-то сложной, сложной какой-то задачи. Пусть меня поддержат, ну, я хотел бы, да? И тогда это может быть, там, вполне себе его там целью, которую, достигая, он там, может уже там на годовом ревью обсуждать какое-то там даже повышение зарплаты или что-то еще там, или какие-то там себе какие-то другие вещи, новые тайтлы, там, новые позиции, что угодно, да? Доказывая свою полезность большую, растущую, там, для бизнеса. И поэтому, как бы, никто никого там не шпняет за то, что там он хочет что-то там другое попробовать, там, более сложное что-то. Наоборот, это приветствуется. Блин, я сейчас начну говорить, что будет сейчас как-то хвастовство. Ребята могут прийти и сказать, блин, у нас capacity там 20-40 points, но мы реально можем сделать 25. Мы с парнями пообщались, как бы, ну, давайте мы возьмем просто больше работы на спринт, как бы, ну, нам нравится, нам хочется. Это сказка какая-то, ну, кто будет. Так я говорю, я лучше не буду говорить. Ладно, возможно, у вас настолько мотивированы сотрудники, кто знает. Может быть, нам просто повезло. Как здесь происходит рост разработчика для разработчика? Как для разработчика, который, возможно, захочет в соц.виз прийти, выглядит рост внутри компании? Очень сильно зависит от команды, от продукта, потому что в целом я могу сказать, что соц.виз – это такой достаточно большой софтверхаус. это, ну, много направлений, много разных, принципиально разных задач. И даже если ты оказался где-то в рамках какого-то продукта, назовем это так, и ты уже совсем, как бы, понял, допустим, что тебе лично все окей, все комфортно, люди прекрасные, но задачи стали, похоже, как-то один сурка, в принципе, я не говорю, что это невозможно, но можно асесситься в другие команды, где там, окей, твой стак, допустим, подходящий, все ок, ты можешь пробовать себя, не уходя из компании, оставаясь в компании. Если у вас работа сложная и интересная, то наверняка вы сталкиваетесь с выгоранием сотрудников. Да, да, да. Как вы с этим работаете? Да. Выгорание вообще такая болезнь 22-го и 21-го века, да? Никуда мы от нее не денемся, и в будущем нагрузки возрастают на людей. Выгорание бывает разное, бывает выгорание, как бы, от какой-то внезапной ситуации, да, на которой ты вот сейчас здесь столкнулся. бывает выгорание от каких-то монотонных вещей, которые просто уже вот накопились там, да, стресс он такой вот разный бывает, да. И как бы, ну, для меня базовая причина выгорания, как я считаю, это несоответствие объема энергии, которую ты тратишь на какое-то дело и того объема, который ты получаешь как результат вот того, что ты сделал, да. То есть ты вкладываешься больше, чем ты получаешь, не в деньгах, да, не в похвале какой-то только лишь, а вообще целиком, да, вот это все. То ты и выгораешь, она или поздно. И поэтому тебе нужно работать там со своей, ну... С металлочкой. Да, с базовой энергией, которую ты можешь тратить на какие-то там проекты, активности и так далее. И работая с ней, ты повышаешь свой скилл. Это уже такой, наверное, там, не знаю, софт или хард скилл. Я бы сказал, тоже немножко хард. Так как работа у нас напряженная и сложная, то, безусловно, это наступает иногда, да, такие вещи случаются. И в компетенциях менеджеров должно быть понимание, что существуют инструменты, ну, работы с этим, борьбы с этим, да, и опытный менеджер должен там своему сотруднику объяснять, как с этим работать. То есть, например, заняться спортом, найти какие-то интересные хобби, заняться музыкой, да, или там пойти, там, поработать с психологом. Это вполне себе тоже какая-то нормальная вещь. Компания SoftSwiss оплатит мне к сотруднику тренажерку либо психологу в таком случае? Я тебе скажу больше. Компания SoftSwiss, если это людям действительно нужно, имеет у себя внутреннюю программу психологической поддержки. Фига себе. Которая, безусловно, там, предоставляется всем сотрудникам, кто бы и не хотел. И они могут обращаться, это как курсы, это как обучение. Ты можешь, если тебе это нужно, обратиться, и компания представляет такой пакет, такой соцпакет. То же самое со спортом и с тренажеркой. Для каждого сотрудника, работающего там по контракту на компанию, представляется соцпакет оплата мультиспорт, как мы это называем, да? То есть, он может сходить в разные тренажерные залы там или в спортивные там учреждения и заниматься этим. Тренажерка, это круто, но это знакомо, что прям психологически можно такую поддержку было получить, я прям не слышал. Равно как курс английского языка. Смотри, ну то есть, я, может быть, немножко как бы буду звучать странно с этим, но для меня это такие же скиллы, как и все остальное. У тебя может быть какая-то сложная конфликтная ситуация с сотрудником или между коллегами может быть конфликтная ситуация. Ты можешь опираться на свой опыт исключительно, да? Или на те книжки, которые ты прочитал, или на те эксперименты, которые ты проводил, сам набивая шишки, решая эти ситуации. Либо ты можешь обратиться к профессионалу, к психологу, к своему, не знаю, консультанту, назовем его так, который тебе может посоветовать, как такие ситуации лучше резолвить, да? Какие для этого есть, не знаю, подходы, методы, плюс как бы чуть больше понятия, что движет этими людьми, которые так себя ведут. Это же круто. У меня, конечно же, есть психолог. Это как бы нормально. Я ни в коем случае не говорю, что иметь психолога это плохо. Я скорее там про то, что это личное дело кубично. Но если компания саппортит в этом, почему нет? И, безусловно, с ростом нагрузки я тоже чувствую, что мне нужно развиваться в этом, да? Уметь работать со своими чувствами, эмоциями, мотивацией и всем остальным. И поэтому, когда у меня случаются какие-то сложные ситуации жизненные, даже не связанные с работой, ну, это нормально, что я иду к человеку, который понимает, как это в норме нужно решать, заведу какие-то вопросы и получаю там какую-то дополнительную для себя информацию, которую я уже могу использовать, либо нет. Поэтому, да, люди выгорают, но есть разные способы работы с этим. Есть такая фраза, чтобы стоять на месте, нужно бежать. Вот в IT-шке она прям, ну, отлично применима. Ну, в принципе, в такой научно-технической сфере все, счет все меняется. Я даже в какое-то время это уже шутку пошучу. JavaScript сообщество меня простит, но когда ты видел, как часто меняются фреймворки, как часто они новые выходят, просто, ну, начинаешь сидеть, потому что думаешь, за что хвататься, тут это потенциально выстрелит, это потенциально выстрелит, и вот это потенциально выстрелит. Нужно иметь прям такую чуйку, хорошую чуйку, для того, чтобы понимать, ну, куда инвестировать, и куда не стоит инвестировать в свое время. Вот, с точки зрения, там, беспокойства, выгорания, на самом деле так, что никаких сверхусилий, естественно, компаний ни от кого не требует. То есть, что там, кто-то должен работать по ночам, выходить по выходным, там, так далее, там, подобное, ну, ни в коем случае нет. В рамках ТОО договора, короче. То есть, да, есть, понятно, рабочий процесс, есть какие-то задачи, и тут уже на самом деле зависит от человека. То есть, если он прям вовлечен в работу, мы это очень ценим, вовлечение, мы продуктовая компания. Если он вовлечен, погружен, ему прям хочется, ему что-то принести, что-то там поизучать в рамках, допустим, какой-то сдачи, парни могут сидеть спокойно, там, и вечером, в свое удовольствие, что-то расковырять, пошатать. Опять-таки, если это какие-то уже иные мероприятия, но, опять-таки, рабочего характера, и это требует больше времени, но это тоже, естественно, заранее проговаривается. То есть, здесь как бы история про выгорание может быть тогда, когда человек сам себе накрутил, прям вот так вот надумал себе много всего лишнего, в итоге эмоционально выгорел, случилась ситуация. Мы такие ситуации, естественно, стараемся отслеживать на взлете, чтобы не допустить чего-то уже страшного, когда человек уже, в принципе, пора в отпуск и надолго. Это все через общение, через симки, через мантуаны. То есть, я всегда настаиваю на то, чтобы ребята друг с другом общались, не просто там друг друга в код-ревью или, скажем так. Не страшно ли разработчикам брать такую ответственность? У вас хайлоуд, у вас работа непосредственно с деньгами, и ты как разработ, понимаешь, что твой баг может вылиться в нехилую копеечку в компанию. Не давит ли это? У меня, когда я еще был разработчиком, был инцидент, я не помню почему, но, в общем, у меня был прям какой-то отчет, который прям тикал, вот так вот, 10 тысяч долларов, вот так вот капали. И ты не знал про это? Не, я знал, я видел, это прям у меня на экране висело. А это тебя ничего не смущало? Ну, в тот момент я, конечно, стрессанул, но после этого инцидента я понял, что, ну, типа, все. При этом бизнес очень понимающий относится, что техническая команда всячески старается, во-первых, минимизировать. Ну, это, во-первых, был редкий случай. Это единственный случай. Чаще всего потери идут, ну, не на такие суммы денег. Вот. Это был там какой-то... Я уже, честно, даже не помню детали. Я в таком стрессе был. Ну, это же не выливается в то, что ты потом кредиты заложишь на 5 лет в компании бесплатно работаешь. Нет, компания абсолютно лояльно относится. У нас есть вектор на то, чтобы инцидентов было меньше. Мы все это следим. Мы проводим RCA-миты специальные, которые вот ты смотришь на инцидент, почему он произошел, как мы это можем исправить. И зачастую это все исправляется там в течение квартала следующего. То есть полностью проблема уничтожается, как класс больше не появляется. Компания никогда не... Вот я никогда не слышал, что к техническому блоку определяются какие-то претензии из разряда вы это должны восстановить, я не знаю, там, ну, в смысле, денежные. Вот. То есть, ну, это часть бизнеса, это часть инцидента, это часть просто того, что мы динамически развиваемся. Здоровенная инфраструктура, соответственно, требуется наверняка неплохой надзор за этой инфраструктурой, в том числе оперативной. Например, если что-то ломается у клиента, я так полагаю, у вас есть что-то типа дежурств. У нас есть несколько видов дежурств, есть как дневные, так и ночные. Соответственно, если проблема произойдет, то она всегда будет решена достаточно оперативно. А в случае с дневными дежурствами мы качественно готовим всех ребят, кто к ним приступает. У нас отлаженный процесс через те шаги, которые необходимо пройти для того, чтобы погрузиться в дежурство. И за счет того, что у нас несколько команд, разные команды специализируются на разных вещах, а дежурство как раз-таки позволяет взглянуть на сону, в которой в основном работает другая команда, тем самым расширяя кругозор. А в случае с ночными дежурствами тут круг лиц, конечно, чуть меньше получается, но тоже все готовы решать любые проблемы очень быстро. В 24-м году очень много компаний затеяли такую очень сложную штуку, как и я, и трансформация. Я думаю, что вы не исключение. Да. Как у вас с этим обстоят дела? Интересно послушать ваш опыт. Трансформация-то началась, наверное, где-то максимум год назад, честно. Ну, то есть, мы, наверное, поздно в это пришли, но будем честными, что это происходит. Это началось с вопросов о том, а можем ли мы действительно использовать, могут ли наши сотрудники использовать инструменты искусственного интеллекта для того же генерации кода или, не знаю, анализа какого-то кода, на поиск каких-то потенциальных багов, чего угодно. В общем, любое использование ИИ, искусственного интеллекта, да, в работе технической. И, ну, не только технической, не знаю, аналитики могут ли там какие-то финансовые данные заливать, чтобы там какие-то тренды и рассказывал по этим данным. Эксель-ку какую-нибудь залить с операционной отчетностью компании. Нормально. Да, и увидеть какие-то тренды. Мы пришли, что, наверное, так делать не надо, да, вот. И, собственно говоря, там мы начали нашу трансформацию с того, что мы регламентировали набор правил, практик, как мы должны работать с искусственным интеллектом на всех уровнях, не только технической командой, да. То есть команда безопасности как раз-таки информационная, да, подготовила там набор rules, которые там нельзя там не соблюдать, да, это обязательно для всех. и, соответственно, там мы это все внедрили там первым образом, да, то есть данные там вне корпоративной системы там не передавать, да, то есть там всегда должна быть там подписка Enterprise, которая там гарантирует там не переиспользование данных, не обучение там внутренних моделей там на основании там данных клиента, да, там и так далее. То есть всегда перед тем, как что-то новое использовать, разработчики, технори, там любые, там тестировщики, кто угодно, должны со своим рядом там, соответственно, команды безопасности утвердить какой-то инструмент. Это звучит как какая-то бюрократия, но, как ты говоришь, у нас очень много сенситивных вещей, поэтому мы очень аккуратны и очень ответственны в этом всем, да, и поэтому любая там тула, которая хочет разработчик какой-то использовать, он должен это провалидировать через явный запрос. Вы как компания понимаете, для чего вам внедрение этого тулинга и эта трансформация разработки? Что вы ожидаете? Конечно, ну это очевидно. Ну, то есть, допустим, я прихожу и говорю, давайте там купим Enterprise подписку начать GPT для сотрудника, да, а там она стоит, например, 20 долларов в месяц, да, например, и мне там менеджер говорит, ну блин, ну пересчет, например, там на 500 разработчиков, да, это же там большая сумма денег, там в месяц, а в год вообще большой бюджет. Может, эти деньги там можем, не знаю, что-нибудь сделать, новый офис снять? к примеру. Я говорю, хорошо, ну это сэкономит несколько часов работы разработчику. Стоимость одного часа работы разработчика, оно очевидно там соизмеримо со стоимостью этой подписки или может даже дороже, там, да, если ты там синеркл, серьезный. Ну это же понятно, что ты вложив в это, получаешь там больше свободного времени для разработчика, который может взять какие-то новые, другие там более там сложные задачи. Тоненький момент есть, тоже интересно послушать, как ты этот момент ощущаешь. Ведь компания никогда не приходит к разработчику и не говорит, какой ADE-шка ему пользоваться. Вот, например, ну по-хорошему. Ну допустим. Ну допустим, ты вимовод, вот ты в Виме всю свою жизнь, а там рядом какой-нибудь, не знаю, от JetBrains ADE-шка, а ты мастер Вима. Ну объективно в JetBrains там куча интеграции работает лучше. Но ты в силу своего там профессионализма остаешься в Виме. Навряд ли тебя там уволят, либо компания как-то пальцем помашет, если ты не перейдешь новую ADE-шку. Ты выполняешь свои задачи в Виме, всех все устраивает. Тут ты примерно, я вижу похожую ситуацию. Сидели разработчики, работали такие, выполняли свои задачи, и тут вдруг компания решила, что есть инструментарий, который должен повысить их продуктивность. И говорит, что вот вам теперь GitHub Copilot, например, пожалуйста, используйте. Ну и они начинают сопротивляться. Во-первых, потому что это сверху спускается часто, не очень красиво. А во-вторых, ну а что, у нас зона комфорта вот такая, почему мы должны свою продуктивность увеличивать, как бы за меньшее количество часов делать больше, при том, что раньше сидели нормально, никто нас не трогал. со стороны разработчиков кажется, будто бы ему больше работы привалило за то же время, со стороны бизнеса кажется, а что не оптимизировать, если можно оптимизировать? Как это смежить? Да. Слушай, ну как бы мы не приходим и не говорим, там, ну-ка, давай-ка. То есть, изначально, когда мы начали этот процесс, какие-то команды, ну как обычно бывает, бывают в командах какие-то такие ребята, которые там очень широкий газор, которые прям хотят, они уже это прям использовали, да. Началось все с JavaScript разработчиков, которые там, работая с кодом, часто делали рефакторинг какой-то и во многих местах нужно было примерно одно и то же изменение произвести, и Copilot, он как раз на такие темы хорошо срабатывает, он прям тебе там, видя твою как бы механику изменений какую-то, да, он прямо сразу подсказывает тебе, как бы он поменял, что там дальше, там, в этом классе, там, или что-нибудь еще, да. И ребята там начали активно использовать, они просили там там платную сразу подписку вот этого, вот, да, там, чтобы там все, мы там все сделали, мы это пробюджетировали, нормально как бы, да, но пока такого не было разговора, что давайте прям все. И когда они это поделали, там, условно, там, месяц, и у них там все действительно хорошо работало, прямо уже в рамках команды, я попросил сделать презентацию там для всех других команд, которые там скептически, не скептически, неважно, каким-то образом относятся к AI, да, к использованию всяких таких помогаторов, да, типа Copilot, и рассказать о том, что стало лучше для них, там, для самих, да. И они там рассказывали о том, что они там, у них теперь больше времени не на всякую муторную, вот эту вот рутинную работу, да, что они могут делать какие-то интересные вещи. То есть программисту, ведь ему интересно пробовать что-то новое. То есть меньше времени на рутину тратишь, а больше на креатив. И от этого получаешь новый опыт, больше возможностей для развития, развиваешься сам быстрее, да. Ну, как бы, все в мире идет к ускорению, да. То есть любые процессы, они начинают ускоряться, там, вместо, там, фильмов мы теперь смотрим сериалы, нам очень нравится клиповая подача материала, мы все смотрим, там, в TikTok'е, там, и так далее. То есть не хочется заниматься одним каким-то алгоритмом год, да. Есть там такие люди, остаются, безусловно. Но хочется что-то пробовать новое, какие-то новые вещи, да. Плюс AI становится очень модным, да. То есть, как бы, очень хочется быть в струе, понимать, как бы, немножко, да, то есть, там, это для твоей, там, карьеры будущей, там, в том числе, как бы, важно. Разработчики, как бы, заинтересованы этим. И вот через такую натуральную передачу опыт, когда они не сверху приходят и говорят, а вот есть какая-то команда, которую ты используешь, ну-ка, интересно, ну-ка, такой сникпик, да. А вот мы показываем. Они прямо там показывали, как-то работают, да, то есть разработчики заинтересовались и потихоньку это уже начало, как бы, развиваться такое внутри, да. Мы уже корректируем с точки зрения там процессов, что, ребят, хотите что-то новое, давайте сначала по безопасности проверим, там, обсудим, давайте посмотрим, может, какие-то там альтернативы есть, да, то есть, как бы, там, рынок немножко там посмотрим, какие там есть варианты, там, для каких целей и так далее. То есть, мы это старались не насаживать, а рекламировать, да, то есть, как бы, распространять там максимально, да, говорили, хотите учиться этому, пожалуйста, как бы, вот можем там на курс отправить, там, хотите там внедрять, дадим бюджет, давайте, пробуйте, там, нехите идеи. Вообще у нас, как бы, заложено так в компании то, что всегда наш, там, один из учредителей говорит о том, что, ребят, ну, нехите идеи, как бы, ну, будьте смелее, ну, то есть, давайте. То есть, у нас там есть продукты, которые выросли, как бы, из команды, понимаешь? То есть, ну, мы всегда старались так же делать и с новыми технологиями, то есть, мы хотим, чтобы люди их приносили. Я абсолютно не против помощников, мне абсолютно не против, там, истории чат КПТ, но, опять-таки, надо иметь здравый смысл, голову на плечах, что ты, там, кормишь, в нее, модельку, должен понимать в целом, как она функционирует, куда твой, твой input может, там, утечь, будет каким-то образом использоваться или нет, потому что ты, опять-таки, пользуясь этими инструментами, можешь субмитить что-то, что является собственностью компании, если у тебя эта история учится о том, что ты засубмитил, то это уже, как бы, проблема, потому что ты, как бы, интеллектуальную собственность компании куда-то отправил, с этим может явно не согласиться отдел безопасности. Ну, с одной стороны, тебе вроде как компании говорят, какими инструментами можно пользоваться, да, типа, вот, у нас там чат GPT и гиткапка, Павел, это все, ты пользуешься, с другой стороны, да, ты можешь случайно пойти в какой-нибудь код, скормить данные, а у вас кодом не пользуются, например, но здесь лукавство небольшое, потому что раньше разработчики-то этим всем пользовались тоже, например, транслейтером, я ни разу не видел, что где-то запрещали Google Translate пользоваться. Google Translate, который, ну, естественно, уже тоже там под капотом использует, ну, конечно, чего же он так красиво начал переводить, не знаю, да? Но про Google Translate почему-то никто не говорит, что надо его там запрещать, на самом-то деле ты вот это проговариваешь, а я так, когда мне надо, да, если я там, окей, не могу, да, сформулировать что-то красивое, не уверен, надо проверить. Бизнес-коммуникация улетела в Translate? В Translate или там grammar или что-то типа такого. Или Dipple вообще. Я так иногда сижу, думаю, так, окей, я вот сейчас вот это слово убираю, вставляю заменитель, смысл сохраниться, но я отправлю это с минимальным контекстом либо, в принципе, без контекста. А, то есть ты думаешь на этом уровне? Ну я про это думаю, потому что, опять-таки, куда-то уезжает, где-то это может осесть, что-то может произойти. Я сторонник, что через несколько лет, я надеюсь, что хотя бы дадут нам несколько лет, а не месяцев, вот, это будет must-have. Расскажите, как вы внедряете у себя в разработки подходы разработки серии? На данный момент не сильно активно. У нас любой разработчик может получить копайлот для кода. Опять же, чат GPT можно подключить бизнес-версию. Вот, там обещают, что можно писать чуть ли все, кроме секретов, туда. И у нас есть такие начинания, что попробовать, ну, это такой тесты, которые мы запускаем, попробовать писать юнит-тесты. Ты скидываешь ему код, скидываешь какой-то, вот напиши так же. Вот, короче, попытаться подобрать промпты, чтобы ребята быстрее писали тесты. Писать будет типа ChargeGPT либо Капайлот? Да. Наверняка же есть люди, которые сопротивляются. Да. Как вы работаете с такими ребятами? Если у нас есть use case, например, разработчик попробовал написать юнит-тест, но и наконец-то получилось, вот он показывает результат. То есть это, во-первых, пропагандирование какое-то, что вот смотри, ты раньше бы написал этот юнит-тест полотнище за 4 часа, а ты написал за 20 минут, потому что ты взял его и отредактировал. Да? И второе, это по сути, ну вот начинаем вот эти различные начинания какие-то на инициативах, потому что рано или поздно это, я думаю, принесет свои плоды. Я сторонник того, что вот эти все AI-инструменты, они будут гиперразвиваться, они за последние годы делают просто неимоверный экспоненциальный рост. За последний год. Да, даже за последний год экспоненциальный рост у них. И я думаю, что это будет ну типа must-have-инструмент сродни, я не знаю, какого-нибудь GenBrain с IDE. Вот типа такого или VS-кода какого-нибудь. То есть если у тебя нет знаний, как писать промпты, как там ускорить свою работу, то будь добр, до свидания. Насколько актуально для системных инженеров внедрение инструментов AI-ных для повышения продуктивности? В текущей работе мы стараемся активно этим пользоваться, но пока что в таком более-менее потребительском плане. Какие юз-кейсы программирования? Мы примерно знаем, какие там юз-кейсы есть, там тесты написать, где-то код спросить, у вас какие юз-кейсы. Плюс-минус то же самое. Тот же код написать, подобрать какое-нибудь решение за счет того, что наши IAC-инструменты чуть более ограничены, чем языки программирования. некоторые решения неинтуитивно понятны. И как раз таки вместо того, чтобы долго и упорно гуглить, можно спросить. И так решение находится в разы быстрее. Да, не всегда эти решения правдивы. Иногда он изобретает то, чего нет на самом деле, но с этим мы научились жить. Поэтому в потребительском плане максимально хорошая вещь, и я думаю, что мы и дальше будем этим пользоваться. И также есть идеи для того, чтобы несколько интегрировать это с нашими пайплайнами теми же. Например, для того, чтобы предсказывать последствия наших изменений, потому что не всегда это сделать просто, не всегда это можно покрыть тестами. Опять же, мы чуть более ограничены, чем обычный разработчик в плане тестов. Поэтому вот такой вот большой мозг, который может подумать за нас, вполне эффективен. А как вообще протестировать можно настолько здоровенную систему выкатки? Как правило, это какое-то дополнительное окружение, опять же, тоже тестовое окружение. иногда может совпадать полностью с продакшеном, и на нем необходимо проделать все те шаги, которые мы хотим сделать впоследствии на продакшене. А для компании внедрение EA Tooling на сегодняшний день это необходимость или это так, напопробовать, чтобы оставаться в трендах? Это обязательный, обязательный фактор развития. То есть, если ты хочешь быть конкурентоспособным, ты должен это делать. Потому что, ну, иначе просто тебя обойдут. То есть, новый скилл. Софт скиллзи, хард скиллзи, AI скиллзи. Я бы сказал, что это хард скилл. Хард, да. Не софт. Прикольно. Это хард скилл. Ну, почему это софт скилл? Софт скилл это то, что, ну, там, это коммуникация, это, не знаю, эмоциональный интеллект, это, там, умение, там, как бы мы обсуждали, там, находить себя в этом, в контексте, там, в ситуациях, где ты, как ты можешь, там, вести коммуникацию, насколько там адекватно будет не оторвано, там, от реальности и так далее. То есть, ну, а AI это вполне себе хард скилл. А почему софт? Потому что это же про общение с AI-м. А, окей. Ну, как бы, AI это же не только, там, natural language models, да, то есть, как бы, это все-таки, как бы, другие какие-то вещи. Поэтому, ну, на самом деле, как бы, мы прямо вот, то, что мы насаждаем сверху, да, то есть, я прошу собеседующих, да, прямо в рамках, там, своего, там, questionary, опросника, иметь вопросы про AI-инструменты. То есть, хотя бы узнавать в кандидата, что он использует, что он пользовался. Хотя бы узнавать, что он пользуется. Да, 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 да. И игнорировать этот процесс, ну, блин, это самоубийственно, на мой взгляд. То есть, сейчас весь мир идет в ту сторону, и программисты, которые не используют, там, любые технологисты, которые не используют AI, просто будут свою работу делать в два, в три, в пять раз дольше. Возможно, так во мне говорит бизнес, но я же тоже не слепой и вижу, что происходит в мире. То есть, и посещая какие-то мероприятия, разговаривая в своем комьюнити, там, например, CTO-крафт, да, я вижу, что, ну, это просто стало частью. То есть, когда я спрашиваю, там, у разных, там, CTO, а какие вы, там, технологии, там, планируете, там, или там, используете и так далее, они такие, в смысле, а вы еще-то не используете? А, и вот тебе знак. И у меня такой ответ, блин, так я что-то походу отстаю. Ну, то есть, как бы, они уже не то, что выбирают, они уже выбрали, и они уже, как бы, используют, это у них уже есть опыт, и они там, типа, нет, вот это вот нам вот не очень подошло, наверное, что-то будем там другое. С какой самой интересной задачей ты в компании сталкивался? Вот твой, даже не самая, а самая интересная задача, твой топчик. Для меня есть один вызов, и как бы, он такой вот постоянно идущий, я не знаю, да, мы растем из компании небольшой, да, в компанию серьезную, и в этом процессе все должны меняться, и в отношении к работе, и в отношениях между собой, и в процессах, каких-то подходах, взаимодействия, да, и часто люди, ну, не готовы там расти, не могут. Вот это вот, наверное, самый сложный момент, как эту компанию вот так вот перестраивать с точки зрения процессов там и взаимодействия там внутри, чтобы это всегда там соответствовало ее там масштабу, вызовам бизнеса там и так далее, да, чтобы мы находили и людей, готовых в этих новых правилах работать, и сохраняли при этом там свой коллектив, да, чтобы это прям вот, ну, менялось вместе там с самой компанией. Вот, наверное, это самый большой вот вызов. У меня больше менеджерские такие челленджи, конечно. Менеджерские челленджи это продать бизнесу какие-то технически сложные решения типа Куба, вот, то есть нужно, вот, ты рисуешь роудмап, например, огромный, ну, там, на несколько лет, и вот пояснить бизнесу, а зачем нам вообще скейлинг, типа. Как с этим смиряться? Вот ты же, когда ты разработчик и с этим работаешь, для тебя это очевидные вещи, а тут тебе надо людям, которые в этом не разбираются, которые думают про другие вообще вещи. Слушай, ну, даже как архитектор, я себя даже зачастую, я прежде чем идти продавать бизнес, я себя сначала пытаюсь убедить, а нужно ли, стоят ли затраты этого. То есть, ну, например, стратегия есть распилить монолит окончательно. Новые сервисы всегда в Кубе, да? Может быть, нет смысла вообще пытаться три года этот Куб всунуть туда, ой, точнее, монолит в Куб сунуть, а проще его распилить. Ну, на распил дают время, да? Ну вот, то есть, как-то так. Или, опять же, ну, то есть, это же две, мы одновременно и в распил, и в Куб, то есть, постепенно мы как бы уменьшаем то, что мы несем в Куб. То есть, может быть, случится ситуация, что мы действительно, да, распилим монолит, и в Куб уже будет нести нечего, а мы весь этот путь прошли. Поэтому, чаще всего, во-первых, я сам себя убеждаю, я сам себя проверяю, пытаюсь там какие-то косты посчитать, какие-то вот плюсы и минусы этих решений, понимаю, какая команда мне нужна для этого приблизительно, и потом иду просто, ну, у них другой язык, у бизнеса, просто нужно разговаривать на их языке. Вот у меня, вроде как, постепенно это начало получаться, вот, и в принципе, как скажем, прям, такой, а-а-а, салатовый цвет дают. Прям не полный зеленый, но салатовый такой, ну, давайте пробовать. Из челленджей, на самом-то деле, это, то, над чем мы сейчас активно работаем, это мы приняли решение немножечко перестроить то, по какому сценарию, по какой логистике мы принимаем к себе данные. То есть у нас сейчас есть там одно решение, оно у нас устраивало годами, в целом с ним все было окей, но бизнес меняет, как бы, свой фокус, свои запросы, есть определенные ожидания, с точки зрения каких-то там новых юзкейсов, новых потребностей, новых болей, поэтому здесь как раз мы проанализировали, сели, поняли, что окей, можно сделать иначе, и это уже там не одна команда, которая взаимодействует с еще одной командой, а целый набор команд, потому что здесь больше движимых частей, но это сильно более стабильное, сильно более масштабируемое решение. То есть по сути мы отменяем подход к тому, как мы работаем с данными. То есть данные по сути не меняются, но сам подход меняется и достаточно сильно. Интересно, успешно проходит. Ну на самом-то деле, как любая большая история, она не взлетает сама, там, молниеносная, там, с единорогов не бегает вокруг всего этого. То есть естественно это рабочий процесс, то есть тебе нужно и выровнять все команды, понять, что эта история работоспособна, договориться о планах, сформировать задачи, сформировать общее техническое решение. Это большое дело, большой процесс, большая работа. Для меня был очень интересный случай, когда мы разрабатывали тул для менеджеров, для того, чтобы они могли взять на себя часть того, что раньше делали мы. нам пришлось пописать код, во-первых, адаптировать то, что у нас уже было на уровне инфраструктуры сделано, для того, чтобы оно получилось. И плюс ко всему, потом вот наши сотни проектов, пришлось на это все мигрировать, причем мигрировать так, чтобы не было даунтайма, но в качестве плюса мы еще и частично сократили затраты. Тебе нравится в соцсвисе работать? Да. Почему? Динамическая компания, это просто срывает крышу. То есть из разряда, ну вот я шучу, что у нас было планирование, квартальное планирование, вот мы запланировали, там вот на тот момент было 10 или даже больше команд, и на третий день у одной команды ну вот влетает какой-то суперважный приоритет, ей нужно передать все свои задачи другим, и в общем это по цепочке сломало, ну там половину так точно команды сломало. И ты понимаешь, что это было условно вот мы там по-моему 29 или что такое, 28 декабря запланировали, все ушли на выходные, 3 января приходим, все, планы поменялись, ребята. И все, ну ты с этим живешь, это позволяет тебе думать быстрее, принимать решения. Вот я технически вклиниваюсь в бизнес, помогая им как технарь, понять, что мы можем сделать, что не можем делать. Во-вторых, огромный пул клиентов, и это связан, и это приносит реальное, ну для рубиста это вообще хайлоу. Я прям видел, как к нам приходит Мидл, и как он за год вполне становится сеньором, просто потому что он видит эти проблемы, он общается там с другими ребятами, которые уже решали эти проблемы, он видит, как это можно модифицировать. Вот, и очень быстро вырастали. Ну то есть, наверное, год я утрирую, но... Короче, если ты любишь программировать с задачами, сталкиваться с интересными... Да, челленджей очень много. Челленджей очень много. В первую очередь люди, то есть здесь они открытые, вот есть комьюнити, причем собираются ребята по интересам, сами организовываются, все как бы ок, у нас прекрасный ивент-менеджмент, у нас шикарные корпоративы, ребята это на самом деле очень сильно ценят. Ну и на самом-то деле про комьюнити, про людей, про то, что здесь на самом-то деле вполне себе здоровая, адекватная, безопасная среда, мы даже внедрили кодов контакт с точки зрения коммуникации в рамках компании, вот, и, ну, чего есть, чего есть. Говорить про техничку, много задач, причем разноплановых, то есть у меня вот даже в моем контексте находятся прям разные треки, что называется. И бизнес меняется, меняются его запросы, появляются новые юзкейсы, как бы все. Мне нравится то, что у меня есть возможность экспериментировать, есть множество инструментов, с которыми я могу тут поработать, причем не просто в каких-то таких тестовых целях, а действительно в настоящем боевом окружении. Плюс мне очень нравятся люди, с которыми я тут работаю, потому что очень креативные ребята, очень много знают, есть всегда чему поучиться. Здесь больше интересных задач, больше вызовов, здесь больше умных людей, большая концентрация людей проактивных. То есть ты находишься постоянно в такой среде, где если ты хочешь развиваться и расти, у тебя других вариантов нет. То есть ты как бы все равно ты будешь развиваться и расти. Все к этому условия созданы. Вот это soft-swiss. То есть если ты хочешь быть успешным в чем-то, какой-то своей идеей, внедрение какого-то процесса классного, написать сложные фичи и так далее, тебе для этого предоставлены все условия. Больше, наверное, чем где-то, где я это видел или вижу сейчас, общаюсь со своими коллегами в других компаниях и так далее. Ну это очень так прям вдохновляет.